Ну, здравствуйте, родные мои! Всем привет! В Барнауле я был 17 лет назад, не считая нескольких проездов на поезде туда, на Алтай, и в те края, которые я не считаю, а когда я был, я не выступал, просто гулял. Но надо сказать, что про это надо отдельно рассказать. У меня есть две истории, которые непосредственно местные, прям такие. Ну, во-первых, попал я сюда первый раз в... так, значит, первый или не первый, но в какой-то... тогда, когда я здесь гулял просто, да, я ехал сюда автостопом из Новосиба. Я тогда жил в Новосибе полгода в Академгородке. Я вышел туда на трассу, поднял руку и вскоре застопил машину очень, видимо, хорошую. Я ничего в машинах не понимаю, и я, ну, как бы... Ну, было видно, что человек, он пошел, значит, сразу там о чем-то болтать, то-сё. А кто такой, там, что делаешь? А, наш сотрудник, он наш сотрудник, да, понятно, понятно, понятно наш сотрудник. Ну, и как-то очень быстро перешел, какие-то высказывания про свою машину делал, а я, ну, я не понимаю, что за машина. Ну, я его поддерживал разговор, пытался поддерживать, вот. Он сказал, понимаешь, сколько стоит эта машина? Я говорю, нет, не понимаю. Он говорит, ну, как несколько квартир. Ну, хорошо, говорю, ну, круто, да, понятно, буду знать, да. Вот, но потом он спросил, чем занимаюсь я. Я в это время писал диссертацию, дописывал кандидатскую по теории игр, о чем я ему и сообщил. Он говорит, о-о-о, вот кто мне нужен, сейчас сразу едем в казино. Тогда они еще были. Сразу в Барнауле есть, я там играю постоянно, вот сейчас ты мне поможешь посильнее выиграть в казино. Я говорю, нет, ни за что. Говорит, а чего тогда твоя наука стоит-то, чего вам надо, кому она нужна, если ты даже не готов, вот, поехать и выиграть у других. Ты же, если занимаешься теорией игр, значит, ты можешь выигрывать у других людей. Это одно из таких, это один из распространенных мифов про теорию игр, что специалисты в теории игр выигрывают у других людей. Хуже ситуация. Да, я отболтался, я сказал, что так как у меня нет ни гроша, то играть я, видимо, буду на его деньги, да, как он предполагает. Ну, конечно, говорит, но ты же не проиграешь их. Я говорю, вот, а, если я проиграю? Он говорит, нет, ну, это очень плохо будет. Я буду очень недоволен. Я говорю, ну, поэтому я и не буду играть. Потому что человек, да, который с такой машиной дорогой будет недоволен. Лучше ты ссади меня вот здесь на остановочке, я дальше сам пойду. Ну, короче, нормально, все было, все хорошо, там, посмеялись. Он где-то в Барнауле в каком-то месте меня высадил, я погулял. Ну, честно говоря, уже ничего не помню. Сейчас мы как заново гуляли. Вот, совершенно уже не помню. Ну вот, это одна история, да. Теория игр не помогает выигрывать. Даже более того, она не помогает выигрывать детские игры. В обычные, такие, в которые, там, на столке какие-то. Она помогает быстро понять правила игры. Вот единственное, что действительно я могу сказать по своему опыту, что если я получил на руки какую-то игру, которую никто не видел из нас всех, вот, допустим, мы сидим в пятером, мы получили, изучаем правила, и никто ее никогда не видел, первые полчаса я буду выигрывать. У всех, потому что я гораздо быстрее в эти правила врубаюсь, что именно там происходит. Но через полчаса-час, ну, как бы, ну, грубо говоря, если не так, если придет человек, который в нее играл два часа, он уже начнет обыгрывать обязательно, потому что он это на собственном опыте все проработал. И это всегда более такое знание, о котором лучше ложиться. Именно поэтому, кстати, и не работает вот это теория утром. Мы как раз в клубе бизнесменов обсуждали, что теория игр не может как панацея быть для каких-то жизненных ситуаций, ни в бизнесе, ни в политике. Она может что-то пролить, какой-то дополнительный свет. Но сегодня они еще не поведут теории игр, как я и предупреждал. Утром сегодня будет речь о другом. Сегодня будет речь о математике вокруг нас. И начну я тоже с истории, которая произошла только что уже сейчас в этот заезд. Мы переходили сейчас в дорогу. И... так, это с кого, да? Так. И фломастер тоже есть. Я переход... вы переходили в дорогу? Я обратил внимание на номер машины, который стоял на светофоре, когда мы проходили, они стояли. Буквы я не помню. Какие-то буквы. 222. А? Ага. И может еще красным хуже, чем синим. Вот так лучше? Так. Вот. В общем, вот такой вот номер, да? Вот такой вот номер увидел. И... Ну, последнее понятно. Это регион, в котором мы сейчас находимся. Алтайский край, да? А это, соответственно... Ну, человек явно числоман. Вот. Даже как бы тоже интересно. Такие номера наверняка уже что-то стоят, да? То есть это так просто вряд ли можно взять и получить такой номер. Вот. Тем более, что мне рассказывали, что вот такой номер, это Адыгейская республика, ААА00101РУС, был продан за 10 миллионов рублей. Один номер, да? У кого-то там машина в несколько квартир, а тут один номер стоит, как квартиру в Москве. Вот. Ну, в общем, с номерами связаны прикольные всякие задачки. Я хочу дать задачу, которую я не давал никогда. То есть я кучу раз спрашивал, сколько всего номеров, если номеров... Если кто смотрел мой лекции в интернете, раз 50, наверное, видели вопрос о том, сколько номеров машин можно выдать в данном регионе, да? Вот с этим окончанием, 22 РУС, сколько максимум можно выдать номеров. Но сегодня я задачу углублю и спрошу так. Назовем номер простым, если он состоит из разных цифр и разных букв. Разные цифры, разные буквы. Это простой. А непростой, если есть совпадение. Ну, вот это, например, прям очень непростой, да? 2, 2, 2. Ну, еще и 22 РУС, но это ладно. 2, 2, да, да, совпадение. Значит, есть совпадение, тогда непростой. Вопрос. Каких номеров больше? Простых или непростых? Тех, где есть совпадение, или тех, где их нет? И если каких-то явно больше, то, например, во сколько раз? У кого какие версии? Они не наказуемы, версии. Где совпадение больше. Где совпадение больше? Сильно или не сильно? Сильно больше. Еще какие версии есть? А я пока посчитаю, сколько у нас. Просто интересно. Я примерно прикидываю. Ну, я вот, да, примерно столько, сколько. Да. Совпадение с такими, если, допустим, ЕКХ, 22, 1. Да. Хотя бы одно. То есть, простой номер, в котором все три цифры разные, и все три буквы тоже разные. А совпадение здесь будет больше? Совпадение больше. Совпадение будет меньше. Сильно? Ну, достаточно, да. Типа номера, которые с совпадениями, там одну позицию будет меньше. То есть, где-то около 20, примерно 20 раз, может, даже больше. Так. Видите как, уже есть две версии. В одной сильно больше тех, в другой сильно больше этих. Я эту задачу сдал не просто так. В этой задаче ответ у меня не был готов. Моя интуиция лично мне ничего не подсказывала. Из чего я сделал вывод, что если моя интуиция хороша, то будет примерно одинаково. Но мы сейчас вместе посчитаем. Итак. Итак, как это считать? Вот смотрите, ну, как вообще посчитать количество, ну, в результате мы решим мою стандартную задачу, да, сколько всего номеров машин в данном регионе, заодно тоже решим. Но давайте начнем с задачи о том, как посчитать простые или непростые. Вот как вы думаете, что проще, посчитать количество простых или посчитать количество непростых? Простых, да, потому что искать совпадения вот здесь, может быть, через один, вот этих двух, этих двух букв через один или все три совпадают, это очень большой перебор. А искать те, которые не совпадают, это чрезвычайно просто. Но вот смотрите, нам нужно, чтобы все вот эти не совпали друг с другом, три. И вот эти не совпали, значит, цифры. Ну, вот цифры это будут звездочки длинные, а буквы это будут звездочки короткие. Сколько вариантов для вот этого вот, вот первого из трех не совпадающих, сколько будет вариантов для буквы? Правильно. Кто смотрел мои лекции или кто просто думал о том, какие буквы встречаются в номерах, знает, что встречаются не все буквы, а только те, которые могут быть прочитаны как латинские. То есть те, которые, может быть, и не совпадают в произношении. Например, H латинская это наша N, но так как может быть прочитано H, то разрешается в правописании, в написании номера. Ну, и это ряд, который, значит, A, значит, V, V это B, да? A одинаково, V это B, E, если ничего не пропустил, также за И, К, там, по-моему, видимо, будет дальше, M, да? N, O, R, которая P, да? Так, ST, да, и Y, X, U, и H. Итого, у нас получается 12 букв, и как-то я задал в городе Санкт-Петербург задачу по лингвистике сложить эти буквы в какое-нибудь, либо такое звучное, запоминающееся слово, либо в несколько слов, которые бы звучали как-то очень, ну, эффектно. Я прошу здесь не пытаться это делать, потому что сразу вылезает очень много мата. Ну, все там, все, что только можно тут представить, тут все есть. То есть это как бы очень, это очень оказалось неприличной задачей, весь, значит, весь зал ржал, потому что у всех, значит, на бумажке все время возникали те самые неприличные выражения. Но, тем не менее, победу я присудил девушке, у которой было написано «Скан-Муховерт», ничего вот более, скажем так, ничего осмысленного, приличного не удалось, а вот «Скан-Муховерт» — это звучит неплохо, да, «Скан-Муховерт». Вот, поэтому вот если вы хотите запомнить те буквы, которые участвуют в написании номеров, помните «Скан-Муховерт», «Скан-Муховерт», такой прибор, да, он и сканирует, и «Муховерт». То есть, как бы сканирует бумагу, и отмахивается от мух. Вот, ну и, соответственно, их 12. Дальше. Я выбрал одно из них. 11. Да. Следующих вариантов будет 11, потому что, потому что, да, совпадение не должно быть. А дальше? Да. Это здесь. А здесь? Ну да, если, так сказать, у нас 0.00 запрещен, но он все равно не там, вот в этих, в совпадающих. Ну, на самом деле, я бы для простоты проигнорировал, будем считать, что 0.00 разрешен, это не очень сильно изменит результат. Вот, а теперь мы будем, то есть, вот это вот, как бы, вот это произведение, вот этих и этих, это количество различных номеров. В смысле, простых номеров. А теперь мы должны разделить на просто количество номеров. И сколько здесь? 12 в кубе, правильно, потому что здесь негативного ограничения нет. Ну, и здесь, если мы забудем про это несущественное ограничение, что 0.00 не существует, то тоже 10 в кубе, то есть 1000. На самом деле, 999, но нам будет проще, как бы, оценить, если мы чуть-чуть. И нам нужно вот процент, как бы, ну, заодно мы знаем, сколько всего номеров, 1.728.000. И, по-моему, еще, появился уже 122 рус, или еще нет? Да. А, уже есть. Уже есть. Ну, там, я помню эту эпоху, когда первые очень быстро кончились машины в Москве, и очень быстро появился вместе с 7.7, там, номер 29, потом там пошли 177, 25, 125, 129, потом... Короче, сейчас где-то около 15 окончаний принадлежит Москве и Подмосковью, если не больше. Потом в Питере пошла та же самая песня, 98, там, 178-198, с области Ленинградской немножко меньше, чем с Московской, потому что в Московской очень много народу живет. Потом пошли Екатеринбург, значит, Новосибирск пошел по много номеров, Краснодарский край, Екатерин... Екатерин... я его уже назвал, да, Екатеринбург? Екатеринбург, Новосибирск, Краснодарский край. Ну, в общем, Ростов, конечно, да, Ростов сразу попер новые номера, значит, дополнительные. Значит, у вас тоже уже есть 122, значит, у вас в Краге уже кончились 1 миллион 728 тысяч машин. Население Края порядка миллиона, да? Двух, да, серьезно? В городе 700, а в Крае 2? Так он... Я понимаю, нет, нет, я в смысле, что ничего себе. То есть, на самом деле, это очень большое население, из краев, наверное, он самый, да? У тебя там еще тоже приморские... Все, короче, я хочу сказать, что теперь нам осталось прикинуть, чему это равно, да? Прикинуть. Ну, давайте посокращаем все, что сокращается. 11 на 10 на, еще раз, 10 на 9 на 8. Ну, десятка здесь уйдет, поэтому можно ее сразу стереть. 11 на 10 делить на 12 на 12. 9 на 8 на 10 на 10. Вот так, правильно? Чтобы проще было оценить, мы это сразу сократим. Дальше еще можно угадать, вот здесь 9 и 8, это 72, правильно? Поэтому можно поделить на 12, останется 6, правильно? И здесь еще это все уйдет. Более того, 6 с 12 тоже сократится. Уйдет 6, тут исчезнет единичка, да, такое сокращение. И будет у нас 11 двадцатых. Да, видите, интуиция правильно мне подсказала, что их примерно одинаково. То есть их на самом деле чуть-чуть больше, самую капельку больше номеров, которые простые, не сильно больше в одну и не сильно больше в другую. Их примерно пополам. Их, соответственно, 55%. Так, отлично, с этого я хотел начать. Теперь у меня будет целый ряд веселых сюжетов, которые называются «Математика вокруг нас». Некоторые из них мы посмотрим, а некоторые будем вот так же изучать на доске с фломастерами в руках. Так, ну, наверное, мы… Давайте откроем слайд. Первый из слайдов, тоже потому что это дико актуально именно сейчас. По-моему, сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня или нет, да, будет пятый матч «Локомотива» в Лиге Чемпионов? Было уже. Как был? Пятый матч умер. И как? Один-три проиграли. Значит, эта задача не актуальна больше. Я хотел… Это самое… Я хотел спросить при вот этой таблице, какие расклады помогут «Локомотиву» пройти, да, в финальную часть и существуют ли эти расклады. И, значит, до сегодняшней ночи они существовали, но теперь уже не существуют. Даже с Зайцбурга, да, проиграли? Я всегда предупреждал. Смените Семина, вам конец. И я этого говорил сколько раз. Я там выступал пару раз на стадионе. Я говорю, не меняйте никогда. Семин должен до смерти, до самой дряхлой старости там быть тренером. Тогда были бы шансы. Ну, все, значит, эта задача потеряла актуальность. Но я хотел рассказать про то, что на самом деле иногда очень небольшого числа очков достаточно, чтобы пролезть во второй тур. Неожиданно небольшого. А иногда очень-очень большое количество очков вам ничего не гарантирует. И я даю обычно… У меня есть лекция математика для спортсменов, спортсменов типа, которую я в разных вариантах читал, в том числе в Сириусе, значит, ее проводил. Занятия в Сириусе… Там же есть, кроме науки, в Сириусе есть… Сириус, знаете, что такое Сириус, да? Это центр в Сочи, центр родоменных детей. Там есть много разных направлений. Там есть наука, там искусство, спорт, что-то такое. И в спорте там, ну, часто такие, ну, претенденты, в общем, очень… Ребята, которые, на самом деле, потом мы их увидим, в общем-то, через несколько лет увидим, просто спорный. И там, значит… Но там единственное, что хоккей. Там на хоккей, а не на футбол. А я про хоккей мало знаю. Но все равно заинтересовать ребят, которые играют в хоккей, вот этими футбольными раскладами можно. Один раз я, значит, пришел выступать с этим в президентский лицей в городе Грозный. Знаете, такое есть? Президентский лицей, который, значит, под личным покровительством Рамзана Ахматовича там. И там у меня было, значит, я думаю, что 300 школьников было. 300 школьников. И первые, наверное, полминуты, первые полминуты я не понимал, я не понимал, как войдет лекция, как вообще она будет идти, насколько я смогу их как-то… Но когда я показал таблицу, в этот момент это было актуально, только-только закончился чемпионат мира по футболу, я показал, и вот в зале 300 человек, сразу буквально впилилась в доску, все, все, и дальше все стало ясно, что лекция будет очень хорошо, пройдет на полном подъеме. Действительно так и было. Мы разбирали разные сюжеты, связанные со спортом, и вот вам первый вопрос. С каким максимальным количеством очков в группе можно не пройти во вторую стадию Лиги чемпионов? Лига чемпионов, отборочная часть, это 6 матчей, точнее, это 12 этих самых… Сейчас, стой, 6, конечно, 6, значит, 6… 6, нет, 6 в 1, так, сейчас я чуть-чуть торможу, нет, сейчас, секунду, я немножко притормаживаю, да, это 12 матчей, но каждая команда сыграет 6, то есть максимальное количество очков, которое вообще можно набрать, это 18, ну, естественно, с этим количеством вы гарантированно выходите, потому что вы просто всех победили во всех матчах. Но ясно, что это не обязательно, чтобы быть уверенным, что вы пройдете. Вот вопрос, при каком количестве очков вы гарантированно проходите, независимо от результатов всех остальных матчей. Напоминаю, для тех, кто про правила… Сейчас, ага, сейчас я напомню правила, потом ты скажешь. Значит, правда такое, что каждая команда играет с каждой, и у себя, и в гостях. То есть и дома, и в гостях, поэтому каждая команда… Бавария-Атлетик сыграет два раза, Бавария-Отбатив сыграет два раза, Бавария-Рэдбол-Зальцбург сыграет два раза. Ну и, соответственно, если вы набрали некоторое количество X очков, то независимо от того, кто с кем как сыграл, вы пройдете. Чему оно равно? 12. Почти. Сейчас я приведу ситуацию, когда 12 недостаточно. В нее почти попал ЦСКА два года назад. Почти. С них последний матч он в нее не попал, но мы радовались, потому что вот-вот, вот прям была бы на лицо ситуация. Это ситуация, когда три команды есть и полный аутсайдер, полный аутсайдер просто набирает ноль очков, он всем проигрывает, поголовно всем все матчи. А эти, каждый из них выигрывает один матч в гостях и один дома при игре друг с другом. Тогда получается, А отберет у Б три очка, Б у А три очка, друг у друга сыграв. Да, кто не знает, за ничью дается одно очко, а не три. Не два. В смысле, не полтора. Ну, то есть за победу дается три очка, за ничью одно очко. Вот, но за поражение ноль. Вот, то есть если А сыграл с Б два раза, тут выиграл, тут проиграл, то им по три очка дается за эти два матча. С С тоже самое, соответственно, у Б с С. То есть по шесть очков они наберут за игры друг с другом, и кроме того, каждый дважды обыграет Д. И возникнет вот такая вот экстремальная ситуация по очкам. 12-12-12-0. И в этой ситуации одна из команд не пройдет. Я не знаю, какая, я не знаю, какая, какая-то, которая там меньше мячей забила. Ну, там, понятно, это зависит уже от конкретики. Там есть дополнительные правила, если одинаковое количество очков забивают, там, по личным встречам. Потом, если личные тоже не работают тогда по разнице мячей, да. О, девушка комментирует футбол. Круто, круто. Все правильно. А потом идет, после разницы мячей. Нет, число забитых. Еще число. То есть если у одного 5-5, с другого 4-4, то тот, кто 5-5, пройдет дальше. Вот, а вот потом уже начинаются какие-то совсем, совсем, там, какие-то желтые карточки уже там. На чемпионате мира у нас в России была ситуация двух команд, которые Сенегал и Япония. У них было полное, стопроцентное выравнивание всех вообще показателей всех игр. Кроме желтых карточек. Японцы играли более интеллигентно. И поэтому они прошли, а Сенегал не прошел. Вообще, на чемпионате мира была куча удивительных совершенно перипетий, о которых я говорил на лекциях в 2018-2019 году. Но сейчас это уже как бы в прошлом. Но можете найти в интернете и посмотреть тоже. Интересно. В общем, в этой ситуации одна из команд не пройдет. То есть 12 недостаточно, нет гарантии. А вот 13 гарантия есть. И это можно совершенно... Ну, это вроде как очевидно, куда уж дальше, да? Но для математика... Математик научен тем, что ничего не бывает очевидным. Ничего. Любое утверждение должно быть строго, формально доказано. Как доказать утверждение, что 13 баллов вам хватает? Кто готов сказать вот следующие шаги? То есть как я буду доказывать? Утверждение стоит в том, что если команда ваша любимая набрала 13 баллов в этом этапе групповом, то она точно прошла в весеннюю стадию. Доказательства? Давай. А, ну ладно, давай, давай, начинай. Ну, предположим, что она все-таки не прошла. Так. Тогда, которые прошли у них больше или равно 13 очков. Да. Значит, всего сумма очков как минимум 36. 39. Ой. Ну, 36. И это и есть противоречие, да? И это и есть противоречие, потому что сумма всех очков во всех матчах в группе не может быть больше, чем 3 умножить на количество матчей, то есть 3 на 12. И вообще она с 24 до 36 меняется. Если все ничьи, это 24. Если все матчи результативны, то это 36. Молодец. А у нас есть книжечка в подарок активно участвующему молодому человеку? Сейчас тогда. Ты футболом увлекаешься или быстро считаешь? Или и то, и другое? Да, и то, и другое. Ручку нужна. Наверное, у тебя есть с собой ручка, да? О, спасибо большое. Выходи сюда, под камеру. Как тебе зовут? Денис. За футбольную математику. Там есть, кстати, сюжет про футбольный мяч, как он устроен и почему в этой книге. Так что, там прям про это целая, почти целая лекция, можно сказать. Вот. Поздравляю. Спасибо. Возможно, я еще попрошу в течение лекции, может быть. Так, идем дальше. Итак, действительно, если бы кто-то не прошел с 13, то те, которые прошли, у них тоже не меньше, чем 13. Значит, в сумме 39, что противоречие. Как минимум, 39, это противоречие. Чуть-чуть более сложная задача. С каким количеством очков можно умудриться проползти во вторую стадию? Так, ну давай, кроме Дениса, да? Ты потом включишься. Кто может попытаться, вот если не Денис, то кто может попытаться сказать, с каким минимальным количеством очков есть шанс при максимально благоприятном раскладе всех остальных игр все-таки попасть? Так. Шесть. Шесть. Как выглядит при пяти? Ну, все ничьи. И один кто-то, если выигрывает, то там уже больше пяти получается, но пять достаточно. Да. Но дело в том, что если он выиграл, он сразу... Ну, сейчас посмотрим, да. Итак, тут проблема вот чего. Тут получается, по этой схеме получается шесть, потому что когда он от ничьи перешел к победе, у него вместо четырех шесть. Там же один и три. Но все же я утверждаю, что... А, ну ладно, я дам подсказку. Шесть. Пять на самом деле более близко к правильному ответу, чем шесть. Ну, мне лично кажется, что вы учетно и число, чем шесть. Так. И? Ну, на самом деле твоя логика тебя должна была привести к правильному ответу, если бы ты не задумывался дальше. Давайте стартовать со всех ничьих. Ну, вот если все ничьи, все ничьи, да, то все шесть, да, просто все шесть. Но здесь мы не использовали еще некоторый ресурс. Представьте себе, что значит самая благоприятная ситуация. Вот это подсказка, кстати, вот смотрите. А самая благоприятная ситуация, это на самом деле, когда есть один монстр, который мочит всех. А из остальных трех кто-то проползает. Понимаете, да? То есть как бы идея какая? Если они все примерно одинаковые, там слишком мало очков не сделаешь, потому что у них же всех должны быть эти очки. А вот если мы одну идем, вот переводим в бесконечность, даем ей выиграть у всех поголовно, а всем остальным троим делаем ничьи друг с другом. И вот тут возникает вариант 18-4-4-4. Все слили одной. И между собой втроем сыграли, с гонями все ничьи, по четыре очка. И теперь крути-не крути, у кого-то из них-то будут показатели лучше, чем у двух оставшихся. И этот кто-то и пройдет, потому что одна команда должна... Две команды идут, а не одна вверх, поэтому... Понятно, да? Получается четыре. Задача доказать, что три недостаточно. Но, если честно, она муторная, она действительно это аккуратная логическая проверка. Аккуратная. Более длинная, чем с 13 сил. И я не придумал, пока были предложения разных сокращений этой проверки, но какого-то вот прямо эффектного в один ход, как здесь, я не знаю. Поэтому я не буду сейчас ее разбирать. Это немножко, так сказать, долго и... Это не так красиво, но вот имейте в виду, можно строго доказать, что трех очков недостаточно для того, чтобы пройти ни при каких раскладах вообще. И вот такой случай со мной происходит. Я еду в Сириус год назад. Я еду из Майкопа на Ласточке. Еду уже вдоль моря. Горы перевалили. Едем вдоль Чаварного моря. И в Олимпийский парк еду. И сразу лекцию. Просто сразу, буквально через полчаса после приезда. И вот мне звонит Алексей Николаевич Горбачев, который... О, привет, привет, заходите! Заходите, садитесь! Алексей Николаевич Горбачев, распорядительный директор Сириуса на месте, его заместитель Шмелевой, который Сириусом командует. Ну и по совместительству он мой давний друг. В одной школе мы учились, в школе 57, в городе Москвы. И говорит, Лех, а ты им что будешь сейчас? А, я еду на лекцию к хоккеистам. Я говорю, тебе мать к спорту, а? Он говорит, а что будет? Ну, я говорю, футбольные расклады. Блин, а ты можешь хоккейные? Я говорю, не знаю, вот уже догомыс, да? Сейчас, ты хочешь, чтобы я сейчас придумал лекцию по хоккейным раскладам вместо футбольных, да? Да, 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 хочу. Все, прости, нехотя разговаривать. Короче, у меня был час. Я думаю, ну что, можно просто скопировать, да? Берем и копируем. Мы сочиняем задачу, быстро-быстро сочиняем задачу, что есть чемпионат мира по хоккею. А как устроен чемпионат мира по хоккею? Сколько команд? Помните как? Хоккей! В Сибири! Хоккей же, а? И вы не помните, как он стоит. Не, я не верю. Наверное, как кто-то помнит. Кто знает? Да? Олимпийская система. Так. На вылет играют. То есть сначала в группах идёт? Так, какие группы? По 8 человек. Команд. Абсолютно верно. Так, ну вот, ограничимся одной группой. Первый, второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Восемь, как, совершенно верно. Да, дальше что происходит? Они играют что? Группы играют. Боя. Четыре выходят, потом стыковые играют. Правильно. Значит, на самом деле, выходят, они играют каждый из каждых по одному разу, не как в Лиге Чемпионов, а по одному, каждый чемпионат мира по футболу, по одному разу. Вот, это очень долгая стадия, такая входная, очень интересная, там, на этой стадии Канада может проиграть какой-нибудь, не знаю, Германии, например, вдруг. Вот, но потом, как бы, потом уже они начинают, всё лучше и лучше, у кого-то там хватает сил на весь период, а кто-то, значит, всех победил в этом, а в одной четверти взял и слился. Такое тоже случается. То есть у нас идёт игра восьми команд и проходит четыре, вот, что надо понимать, да? В хоккее немножко другая система, три к нулю, если ты выиграл в основное время, и два к одному, если овертайм. То есть, если за 60 минут ничего не решено, и после этого играли ещё 10 или потом буллитами, тогда одно очко уже, то есть, если ты за 60 минут не проиграл, у тебя уже одно очко за этот матч дарётся, а то есть, соответственно, максимум две. Ну, то есть, как бы, один-два или два один будет уже, только. Ну, и здесь очень удобно, что сумма всегда равна три, поэтому всё-таки я успел эту задачу решить, ну, я дарёшь его всё-таки на ходу уже, то есть, я сказал, сейчас будем считать и проверять заодно. Так вот, задача та же самая. Задача та же самая. Вопрос, с каким количеством баллов самым большим можно не вылезти вверх? И с каким самым маленьким можно умудриться вылезти в плей-офф? Ну, я не предполагаю, она сложная, я не предполагаю, что решите сразу, но просто так вот я хочу посмотреть на интуицию, вот верхние и нижние вот эти границы, кто какие предложит? Так, с шестью можно умудриться пойти выше, да? А наоборот, со скольки? Тут симметричная ситуация, симметричная, тут полная симметрия. Вопрос про то, с какими можно умудриться не выйти из-за того, что здесь четыре и здесь четыре, он полностью симметрия. В футболе этого нет, потому что за ничьи дается в сумме два, а за победы как бы в сумме три, а здесь полная симметрия, поэтому на самом деле, зная, что с шестью, можно понять, что там. Так вот, ты прав, и ты получишь книгу. Просто за догадку правильную. Так, а где у нас еще книжечки? Я опять возьму ручку. А, еще даже с ручкой. А, ну ладно, я сейчас. Ну можно ее, ага. Тебя как зовут? Степан. Вот, да. Хлопайте. За хоккейную математику. Вот, да. Значит, если я действительно правильно помню, что именно шесть является границей, и сейчас мы это, ну как бы я сейчас, я сейчас вкратце, удачи, я сейчас вкратце расскажу, вот как такие задачи надо решать. Вообще, в принципе, эта задача типовая, абсолютно типичная олимпиадная задача там какого-нибудь регионального тура. Вот, типичная. Не очень сложная вообще этапа. Там на все раси уже идут более гробоватые. Вот, но как бы на регионалке вы можете такое получить. На школьном точно. На школьном это она даже сложнее, школьного этапа. Ну вот, смотрите. Вы должны первым делом понять, как организовать самую экстремальную ситуацию розыгрышей. Чтобы было, ну как бы, максимально удобно вам, ваше количество очков. Допустим, вы решаете задачу о том, чтобы... Ну, давайте начнем с... При каком количестве очков... Ну, давайте вот с этого, да. При каком количестве очков можно вползти. Да, вы решаете такую задачу. При каком количестве очков еще можно туда вползти. Значит, как вы рассуждаете? Ну, если как бы четыре команды играли хорошо и четыре плохо, тут все очевидно будет. Четыре, которые хорошо туда, четыре, которые плохо сюда. И там не будет границ вот этих вот, как бы, границ слишком низких. То есть тут нужно явно какую-то... Нужно сделать так, чтобы как бы три несомненных лидера... Это как с аукционами сегодня утром, кто вот был. А кто был утром, вот где... Вот, ага. Помните задачу с английскими? Там, значит, тут надо сделать так, чтобы три команды громили всех, а эти пять играли из рук вон плохо, но тем не менее, да, тем не менее, из них-то одна все равно пойдет дальше. И вот на этой основе и дело. Теперь надо думать, как. Ну, во-первых, мы имеем ограничения. Сейчас мы поймем, сколько в сумме в этой таблице вообще очков. Вот это, в отличие от футбольной ситуации, где вилка от 24 до 36 в лиге чемпионов, здесь вилки никакой нет. Здесь за каждый матч в сумме дается три очка, неважно, как бы они были распределены. И поэтому я должен просто посчитать количество матчей и умножить на три. Количество матчей – это количество пар из восьми. Сколько их? 28. Да. Кто сказал 28? Я вас запомню. Книжечку. Вы уже второй раз... Вот. Да, сейчас... А, вот же книги у меня лежат. Чего я торможу? Или они только что появились? А. А, простите, у меня пятая текция за сутки примерно идет. И так, значит, это ровно то, что называется С из восьми по два, то есть множество двух элементов подмножеств, восьми элементов множеств, множество пар. Вот. И это действительно восемь, ну, восемь вариантов выбрать первого, первую команду для сражения, семь вариантов есть спарринг-партнера, и не забыть, что выбор в одном и в другом порядке приводит к одному и тому же матчу. То есть если я вначале назвал Россию, потом Швейцарию, или вначале Швейцарию, потом Россию, то на самом деле Машка один и тот же. Поэтому вот это семь и восемь надо делить на двое, получается двадцать восемь. Отлично. Итого двадцать восемь умножить на три разыгрывается восемьдесят четыре очка. Это первое важное наблюдение. Теперь как мы их разыгрываем? Смотрите. Эти три, это сейчас будет такой типа двудольный граф, только немножко сложнее. Вот пять лузеров, а вот три монстра. Значит, первым делом три монстра мощат пять лузеров. Каждый каждого. То есть возникает из каждого вот этого, возникает стрелка, вот я, эта вот эта стрелка, значит, что я его замочил. И этого замочил, и этого, и этого, и этого. И каждая такая стрелка мне приносит тречка. Отлично. Ну и с каждой из этих тоже идет 5 стрелок с замоченными этими командами. Сколько очков будет тогда у этих команд? 15, но мы кое-что забыли. Они же должны сейчас играть между собой. Тут совершенно не важно на самом деле. Например, одна самая крутая, вторая и третья, либо все по кругу сыграли. Ну вот, например, если все сыграли по кругу друг с другом, если они три одинаковые по силе команды, то будет 18, 18, 18. Если одна из них вымочила всех оставшихся, то будет 21, значит 18 и 15. Но все равно сумма сохраняется, да. И вот, соответственно, дальше смотрите. Эта сумма равна чему? 54. 84 минус 54, это оставшиеся 5 команд. 6. А ты угадал или не знал? Это неважно, ты всему получил уже порядок. Угадал. Ну, примерно. Вот это я просто похлопаю, потому что это реально. Мне, когда я начинал решать, думалось, что их будет где-то 8-9 очков на самом деле. И то, что так вот сразу надо назвать правильно. Значит, действительно получается, что мы можем сейчас им как-нибудь сейчас организуем по 6 очков. Но вот если вы в олимпиадной задаче скажете, ну а этим организуем по 6, и будет понятно, что одна из них пойдет дальше, и вот у него 6 очков, то вам не зачтут задачу. Точнее, зачтут ее половину или две трети. Почему? Ну, почему? Примеры нет. Примеры нет. Да, да, да. Нужно продемонстрировать, как они могли бы так получить по 6 очков. Ну, это довольно просто. Вы устраиваете им круг, в котором они... Вот каждый выигрывает у следующего, да? Но еще я не со всеми сыграл. И звезду тоже вот такую, где каждый тоже по звезде вот так выигрывает у следующего, да? Например, да. Или просто говорите, что и этот выигрывает у следующих двух, и этот 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 у следующих двух. То есть, ну, как бы, очень несложно создать круг абсолютно симметричных игр, так что у каждого из них будет 6 очков, и вот один из них, там, ну, чуть больше голов закатал, там, ну, там тоже есть дополнительные, да, признаки по которым, и вот, соответственно, один из них пойдет вверх, это будет 6. Вот, ну, и на дом задание, на дом, что 5 недостаточно, 5 гарантирует, что вы не выходите во второй, во второй, ну, вот, в плей-офф, 5 гарантирует. И ситуация абсолютно симметрична, поэтому с каким максимальным можно не пройти, строится в точности так, только теперь 5 монстров и 3 люзера, и 5 монстров мочат 3-х люзеров, да, вот, как бы, каждый из монстров мочит всех люзеров, а по кругу играют так же, как здесь играли эти. Тогда каждый из них получает по 6, плюс по 9 за люзеров, по 3 за каждого выигранного люзера. И возникает картинка 15-15-15-15-15, а здесь 3-3, потому что люзеры по кругу, например, сыграли друг с другом. Ну, либо 3-3-3, либо 6-3, ну, либо любое другое там, какое-то очень маленькое сочетание. Вот, и вот в этой ситуации, хошь-не хошь, один выпадает из плей-офф, из этих с 15 очками. То есть с 6-ю можно вползти, а с 15-ю можно не попасть. И вот это для хоккеистов было большое, это был, они говорят, да не бывает такого, да не бывает, возьмите историю, Алексей Владимирович, возьмите историю, изучите историю хоккей. Я говорю, да, конечно, не бывает, вероятность такого равна, ну, гастрономическому нулю, да, ну, если мы посчитаем, вот все варианты, все розыгрыши, и посмотрим, с какой вероятностью будет такой. Она близко к 0-ю действительно, 1 на 3 в какой-то огромной степени, типа в 28-й, да, ну, в общем, ну, нет, там, конечно, больше будет, но, в общем, это очень маленькая вероятность, такого быть не может. Конечно, никогда в реальности вы не увидите, чтобы команда с 15 очками не попала, или чтобы она с 6-ю попала, никогда. Но вот уже там 8-13, я думаю, бывало иногда. Вот. А еще одну задачу на бис я дал, которую нельзя решить без дополнительного знания хоккейных правил. Вопрос. Возможно ли, что команда, выиграв все до единого матча, не попала в плей-офф? И вот это был звездный час. Мы ее решали 20 минут, 20 минут решали с хоккеистами. Хоккеисты были настолько поражены вообще вот этим всем, то есть, вообще, надо понимать такую вещь. Вот сегодня никто, когда, боксер, да, зачем вам такая маленькая голова, а я в нее ем, да, это все бред. Вот, на самом деле, просто бред. Человек, который достиг там больших профессиональных успехов, неважно в чем, абсолютно неважно, по голову, вот все такие люди чрезвычайно умны. Потому что они, как бы, схватывают, ну, что-то схватывают значительно быстрее, чем их сверстники, да. Они просто умны по-своему всегда. Если вы включите ум в вашу сторону, вы его используете как надо. Вот. Я этих хоккеистов раскачал очень круто. То есть, там вот этот задач, что мы вместе решали 20 минут. Я был фанатично, уверен, что это возможно. Потому что 14 же меньше 15. Значит, какой-то запас есть, да, запас какой-то есть, выстроить такую схему. Да. Так, конечно, имеется в виду, довольно ясно, что имеется в виду, что команда должна все 7 матчей выиграть в овертайме, получив за каждые из них 2 очка. Тогда она получит 14 очков, что меньше, чем 15. И думаю я, ну, дальше дело техники. Не тут-то было. Вы не представляете, как сложно устроить здесь вот этот вот, как бы, круг, как они должны остальные друг с другом играть. И в конце возникает, что все равно еще 2 команды там, как-то, что-то там с овертаймом. В общем, у меня вышло так, что из-за правила, вот там есть правило, по-моему, сейчас, чего там, мячей, не мячей. В общем, там есть какое-то дополнительное правило, из-за которого невозможно этот пример сделать. То есть хоккеисты сказали, вот, как выглядит ситуация, когда по очкам одинаково, какие следующие приоритеты. И все-таки вот они, вот, если бы чуть-чуть изменить хоккейные правила, то этот граф рисуется. Вот я что-то, я честно скажу, я вот, к сожалению, я сейчас не помню, но они прямо четко отчеканили, они-то знали все эти правила. Вот, они четко отчеканили, вот сейчас виноват, я не помню точно, но я предлагаю вам попробовать самостоятельно, да, создать такой граф выигрышей и проигрышей, при котором, по крайней мере, видно, что вот с 14, ну, вот ты можешь пройти, можешь не пройти, там уже это по дополнительным каким-то факторам надо смотреть. Но дополнительные факторы, вот там, по-моему, все-таки не складываются никак. То есть это, кажется, что этот невероятный парадокс почти возможен, но все-таки, вроде как невозможно. Вот такая вот хоккейная математика. Так, а сейчас мы сделаем небольшой перерыв с доской на слайды, на слайды. Сейчас я вам расскажу про разные другие удивительные перипетии, связанные со знанием математики и некоторых свежих наук, и с тем, что можно обнаружить там в интернете или вообще вокруг нас. Вот сейчас мы посмотрим следующую картиночку. А, книгу. Проходите, пожалуйста. А, книгу. Проходите, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Конечно, километры в секунду. Они же с огромной скоростью идут, если мы будем сейчас километр в час мерить. Один профессор в Америке своим студентам задает такой вопрос. Скорость роста волос сколько километров в час? И во сколько раз меньше, чем скорость космического корабля? И говорит, что его студентов это ставит в ступор полный. И типовой вариант ответа такой. Скорость роста волос не может быть измерена в километрах в час. Не может быть и все. Почему не может? Ну потому что волос никогда не достигнет длины в километр. Тоже обычный ответ, да? Ну или какие-то еще что-то. Это слишком медленная скорость, чтобы измерить километры в час. Какие есть ли такая величина? Как что? Как скорость роста волос? Она отдельная. Ну да, наверное, есть там 3С, 2С. С это скорость света, а тут 3D, 2D. Ну в общем, на самом деле, конечно, можно ее померить в километрах в час. Там будет 0.000000. Вот так. Ну понятно, то есть там еще несколько людей. Вот. Ну а соответственно здесь мы все-таки хотим перевести, наверное, в эти километры в секунду. А как перевести километры в час в километры в секунду? Кто мне подскажет? На 3600. На 3600. 3600? Это как раз секунд в часе, в часу. Ну и что, если мы поделим 48 тысяч на 3600? Что у меня получится примерно? 12 или 13 километров в секунду. Да, 13. Братцы, это же фигня. Это очень медленно. Тела около Земли летят со сравнимой скоростью с Землей. Земля вокруг Солнца летит со скоростью 30 километров в секунду. Тела около нее должны лететь тоже приблизительно. Ну, по крайней мере, если они будут медленнее, я боюсь, что они там свалятся на Солнце, да, в конце концов. И все. То есть здесь что-то не так. Ну, потом выяснилось, что не так. Он летел под очень острым углом к Земле и на самом деле летел с ошеломляющей медленной скоростью. А вовсе не ошеломляющей, как написали журналисты. Ну, как бы, ведь им виднее. Так, давайте следующую новость проанализируем таким же образом. Еще мы каким-нибудь поиздеваемся еще над каким-нибудь, значит, журналистом. Вот журналист, который зафиксировал, точнее, журналист, который зафиксировал, что ученые зафиксировали в Антарктиде самую низкую температуру на планете. Самая низкая температура на Земле составляет минус 98 градусов Цельсия, выяснили ученые. Новый температурный рекорд был зафиксирован на севере Антарктиды. Температура воздуха? Да, это воздуха. Воздуха, но здесь другое бросается в глаза. Это уже не совсем математика, правда. Да. Что такое север Антарктиды? Что? Это южный полюс. Нет. Ну, это юг Антарктиды. Так, вот она, да, капитала. Эй, где у тебя север Антарктиды? Вся береговая линия север. Да, хорошая, кстати, версия, что вся береговая линия, она несовместима с этой температурой. Около моря так не может быть, естественно, да? То есть ни в каком смысле слова это не может быть верно. По крайней мере, самая северная точка на берегу. Как бы ее не понимать, даже в самом таком смысле слова, что севером является, есть такое узкое понимание, что самая северная точка по широте. А широкое понимание, что любая точка, с которой на север уже нет Антарктиды. Если вторая широкая, то это вся береговая линия. Если первая, то просто мыс, по-моему, как его? Город, да? Нет, или это город? Город. Я забыл. Но там есть такой отросток у Антарктиды, который сильно выдается. Но в любом случае это неверно, точно неверно. Минус 98 может быть там, ближе, как раз к югу. Почему же тогда такая странная новость, кто ее выпустил вообще? Где была цензура, которая затыкает все нужды? Почему она не заткнула рот этому журналисту? Да, может быть, поэтому. Но все-таки, 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 все-таки. Хотите еще версии? Ну, все-таки, все-таки версии. Серьезно, есть версии? Учтите, что у меня нет ответа на этот вопрос. У меня есть только версия. Как бы, допустим, вы бы описали, ну, допустим, когда на Антарктиде, там где... Я бы написал, что в центре материка где-то. Где-то в центре материка. Она не может, там море. То есть, ну, я бы вообще не писал. Ну, как бы. Я бы написал, что зафиксирован новый рекорд, он в Антарктиде. А дальше, если я не знал, то я бы не писал, где именно. Но это как бы выдает журналисты с головой. Но я могу сказать мое объяснение. Но еще раз, смотрите. Мы любим достраивать логику людей, над которыми мы смеемся, так, чтобы они выглядели еще смешнее. Правда? Ну, просто да. Журналист, как мне кажется, не знал, где эта Антарктида находится. Но у него было представление, что холодно, это там, где север. Вот и все. Со школы у него осталось какое-то смутное ощущение, что холодно, это там, где север. Ну, вот он так и сделал. Вчера мне в Новосибирске, меня принимал в гостях, и мы с ним долго гуляли, беседовали, обедали там. Николай Пак, это директор Лиги роботов, который здесь тоже предстоительство, как я понимаю, есть. В общем, он рассказывал, как он, значит, испытывает народ вопросом, почему сменяются времена года. Почему бывает зима и бывает лето. Вот, и что он, в общем, очень малом проценте случаев может добиться разумительного ответа на этот вопрос. Наверное, здесь все знают, да, те, кто приходят на мои лекции, обычно все-таки это понимают. Но, значит, на всякий случай, понятно, да, вот такая вот наклоненная Земля, вот так, вертится вот так. И одновременно вот так вот, вертясь, она вот так вокруг Солнца, и вот на Солнце смотрит Северный полюс, а вот на Солнце смотрит Южный полюс. Здесь у нас холодно, и на Северном полюсе вообще Солнца не видно. А здесь наоборот все, здесь у нас все время на Северном полюсе Солнце. И за это сменяется время. Ну, это так, я говорю к тому, что астрономия, хоть ее вернули в школу, но что-то ее никто не знает, видимо, потому что ЕГЭ по ней нету, да, или его не нужно сдавать для многих вузов, и нынешние, а? На один год. На один год. Не успевают, да? Одна задача. Вот. Короче говоря, ладно, потроллили журналисты очередного. Так, в Риге, я выступал в Риге год с лишним назад, кстати, сейчас вышли, значит, ну, та лекция уже давно вышла на канале, на моем канале. Вчера, несколько дней назад вышли еще три лекции, большое интервью, и еще одна математическая лекция, такого высокого достаточно уровня, которую я тоже в Риге снимал, но не на моем канале, на моем я там дал ссылку. В общем, в Риге очень хотели узнать, специально организаторы попросили мне объяснить с точки зрения математики, как может быть, что оппозиция сообщает о миллионе вышедших на митинг в Москве, а оппозиция московская о нескольких тысячах. Вот как это, в принципе, может быть, и кто ближе к правде? Ну, понятно, что есть различия в сотни раз, а это так и есть, то есть каждый раз, когда происходит какой-то митинг, получается какой-то просто полный трэш. То есть у нас вот от миллиона до трех тысяч, да, может быть, вот такой разброс. Вот, и спрашивают, как вот можно самому оценить, если ты видишь фотографию? Хороший вопрос, да? Вы имеете фотографию, фотография, можешь стать подлинной, да, ну там, допустим, она и там, и там, на обоих источниках лежит фотография. Вот вам площадь, вот болотная или красная, ну там, где, допустим, проходит митинг, да, где-то. И вот она вся опекана людьми. Ну, блин, вот на глаз ничего не понятно, да? Что делать? Что одного человека почитать, и его площадь поделить на... Действительно, никаких проблем. Вы просто берете в интернете, забиваете, гуглите эту площадь, смотрите ее размер в метрах. Х на Y. X умножить на Y, это площадь квадратных метров. Я умножаю обычно на 3. Есть теория, что на 2,5 скорее. Ну, там, как бы, вопрос вот это, вот, насколько плотно они стоят на этом митинге. Но, в принципе, нормально 3. Оценка уже будет уж точно не в тысячу раз, и не в 100. Вот, и все, значит, ну, я ради, ради собственного удовольствия, конечно, готовлюсь к Риге. Там какие-то очередные протесты были. Я, значит, посмотрел, сравнил данные полиции и данные митингующих. Ну, что-то очень похожее на среднее, геометрическое, где а, оценка полиции и а, оценка митингующих, имеет место быть. То есть, если, например, митингующие говорят о 10 в 6-й, а полиция говорит о 10 в 3-й, ну, допустим, в тысячу раз, да, но это совсем экстремально, то тогда истинное значение будет примерно 30 тысяч, то есть корень из произведения тысячи и миллиона, корень из миллиарда, примерно 30 тысяч человек. Вот, то есть, обнаружено было, что бессовестно враньем занимаются и те, и другие, но, в принципе, как формально, можно сказать, что это ближе к оценке полиции, но, понимаете, на самом деле, это формально, это правильная здесь схема сравнивать именно логарифмы, правильная схема здесь смотреть во сколько раз кто врет, а не на сколько. Поэтому в этом плане они действительно абсолютно, ну, там, более-менее одинаково врут. То есть один в x-раз завышает, другой в x-раз занижает. Так, ну ладно, это такой политический xBS небольшой был. Поехали, следующую картинку посмотрим. Сейчас я, значит, там некоторые задачи не связаны напрямую с жизнью, а связаны с какими-то там, ну, не знаю, бывают там прикольные задачи, которые могут в жизни встретиться. Но вот это вот, это про число π. Это цитата, это цитата из книги Арнольда «Процветные дроби». Число π, ну, вы знаете все, что такое число π. А если нет, я дам точное определение, строгое. π — это отношение длины окружности к ее диаметру. И это просто строгое формальное определение числа π. Но если я выйду на улицу и начну всех спрашивать, не вас, кто ко мне на лекцию пришел, да, это уже как бы выборка немножко снесенная в сторону, а вот просто случайных людей на улице, то, ну, как бы достаточно частый ответ, это что π — это число 3,14. А почему именно это число важно? Следующий вопрос. Ох, я не знаю. Ну, там какая-то школьная математика была. То есть запоминается 3,14, но не запоминается, что это за число. Вот это как бы типичное, так сказать, неправильно полученное образование, да? Лучше, если человек помнит, что π — это отношение окружности к диаметру и не помнит значения, то что он его сможет оценить на глаз. Если ты знаешь, что это вот, если я помню вот это и не помню это, ну, я примерно на глаз смогу оценишь это в районе 3, поэтому мне иногда вполне достаточно. Ну вот, послушаем, что пишет Арнольд. В докладах Академии наук за 1935 год я читал две статьи биологов, в которых упоминалось число π. Одна статья называлась «О долбящей деятельности дятлов», а другая «О фонтанирующей деятельности китов». Последняя описывалась задача из практики китоловов. Допустим, вы заметили, что в Далеке фонтан Китай и хотите определить, стоит ли отправляться в охоту за этим китом или количество мяса незначительно. Нужно было выяснить зависимость между фонтанирующей деятельностью и объемом кита. В статье была приведена формула для объема кита. v равно πr квадрат l, где r – оценка половины ширины кита. l – его длины. Сколько кит считался цилиндрическим. Ну, что, в принципе, вполне разумно. И только было трудно объяснить китоловам, что есть π. В статье было такое объяснение, где π – константа, которая для гренландских китов равна 3. Для китов других пород, по-видимому, нужно использовать другие значения. Вот. Ну, как бы, это значит, да подлинно просто подлинно. Владимир Игоревич Арноват, который я застал, который я сдавал экзамен, он это самое, он очень эту историю любил, всегда рассказывал. То есть, как бы, сама идея того, что π – это когда-то универсальная константа, да? Она, ну, она, человек должен, в каком смысле, до нее сам как-то дорасти, понять. Вот я нарисовал другую окружность, у нее будет другой диаметр, другой длины она будет, да? Почему одинаковые-то отношения? Почему одинаковые? Ну, на самом деле, ответ такой. Это наш опыт, что плоская наша поверхность, да, на которой мы все это рисуем, она плоская. Если я в реальной жизни попытаюсь вычислить π таким образом, например, возьму и на самолете решу исследовать число π, отвлечу от Барнаула на 200 километров и опишу из Новосибирска окружность вокруг Барнаула на самолете, а потом поделю на диаметр, то есть на 400 километров. Ваши оценки, что у меня получится? А вы получите постоянное соревнование? Да, 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 конечно. Сколько? Чуть, 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 около, не больше, чем 4, потому что там еще. Так, тебе книгу. Хотя ответ ровно наоборот, чуть меньше, но все равно. Как зовут? Напишу за почти верный ответ. Ну, потому что тут, как бы, тут именно надо правильно почувствовать, что что-то не так. А дальше, я думаю, если бы ты взяла глобус, ты бы быстро сама поняла. Но вот сейчас мы поймем вместе, почему, значит, во-первых, это именно, это очень правильное соображение, что получится не то. Чтобы понять, что получится, на самом деле, чуть меньше, а не чуть больше, давайте не 200 проедем, а 2000 и доедем до Норильска, и будем оттуда совершать круг. Ну, шар для простоты. Вот Барнаул, центр мира, да, на сегодня. Вот мы и отъезжаем до Норильска и совершаем вот такой вот круг, да? И потом делим на вот это расстояние. Смотрите, мы делим на большее. Мы не напрямую вот эту делим, которая сквозь Землю идет, а на большее. Поэтому мы получаем меньшее. Если мы отлетим на 10 тысяч километров, ну, в общем, понятно, то мы пролетим на самом деле как бы экватор. Экватор 40 тысяч, а делить будем на 20 тысяч. То есть π будет равно 2, если мы на 10 тысяч отлетим. Но это из-за того, что мы на самом деле не то использовали, что надо. Мы нашу Землю вдруг посчитали плоской, да? Вот, а Земля, это шар. И если мы берем и сходим из идеально плоской, как сказать, это наша идеализация мира, что он идеально плоский, но, блин, когда мы до далеких звезд, там уже непонятно, там начинается кривляция. То есть это наш опыт маленьких размеров говорит о том, что для всех окружностей это одно и то же отношение или очень-очень близко к одному и тому же. Вот. Так. Сейчас. А, спи еще вот что. Сейчас мы переходим к следующему. В интернете гуляет очень веселый, неприличный текст, из которого я приличную выжимку возьму. Две девушки зашли в пиццерию. Назовем их Машей и Аня. Маша говорит, смотри, Анечка, тут есть пиццы 25 сантиметров диаметром и 40 сантиметров диаметром, а толщина одна и та же. Что возьмем мы с тобой? Ну, стоимость вот эта вдвое дороже, вот эта вот вдвое дороже. Давай тогда две по 25 возьмем, в сумме же 50. Это говорит Маша, а Аня говорит, ты дура. 40 сантиметровая больше будет. Анечка говорит, почему? Почему так, да? Почему же так? Говорит, смотри сюда. Не зря я учила матешу в школе. Сейчас я тебе докажу. Дело в том, что надо измерить площадь и умножить на толщину, правда? Вот она математика вокруг нас, да? Вы приходите в пиццерию и щегонять этим знанием, если я там вдвое дешевле лет и брать надо это. Потому что, смотрите, ну а соотношение как 5 к 8 после сокращения на 5. 5 к 8. Но тогда площади будут соотноситься как 25 к 64. И две этих действительно меньше, чем одна та. То есть большая больше, чем две маленьких. Поэтому действительно лучше взять в эту в случае большую. Имейте в виду, да? Имейте в виду, если вот у пиццы размер, вы вклада должны возводить чистую математику вокруг нас. Там еще одна сдача листов. Значит, это самый два итальянца открыли пиццерию и начался карантин тоже в интернете ходит. И они сидят, и это нечего делать. От скуки рисуют, значит, вырезают ножами маленькие пиццы из большой такой, из выкройки. И начали спорить. Из остатков можно будет еще одну такую маленькую сделать или нет? А это на одном задаче, я вам не скажу. Тем же методом попробуйте решить. Давайте следующий слайд посмотрим. Так, о! Это самая любимая моя задача из школьной математики. Девочки и мальчики по три каждого типа пришли на день рождения. Короче, три мальчика и три девочки пришли на день рождения. Мальчики притащили фрукты, а девочки их посчитали. И получилось у них, короче, что количество яблок, деленное на количество остальных фруктов, плюс количество бананов, деленное на количество остальных фруктов, а были яблоки, бананы и ананасы, плюс количество ананасов, деленное на количество остальных фруктов, в точности равно четырем. Вот эти дроби, да, которые у меня получились, три дроби. И они в сумме, в точности, равны числу 4. Определить, какими могли бы быть количество яблок, бананов и ананасов. Только ни в коем случае не решайте. Ни в коем случае не решайте. Ответ. Ответ. Самое маленькое решение в этой задаче задается следующими числами. Следующий слайд, пожалуйста. Внимание. Это 80-значные числа. Атомов во всей Вселенной меньше или примерно столько, сколько должно быть яблок, бананов и апельсинов в этой комнате. Как такое может быть? Как такое удивительно простое уравнение может иметь самое маленькое целочисленное решение вот таким? Как вообще это может быть? Ну, как это вопрос, что называется, Господу Богу? А как его найти? Это уже вопрос к нам. Как мы его нашли? Если мы его нашли, проверите элементарно. Подставляйте, вы получите все. А как его угадать? Вот как, в принципе, это можно сделать? Вы, кто занимался программированием и занимается, и знают, что перебор прямой, тупой, возможен до 10-ти в 30-й. Точка. А тут 10-ти в 80-й. Сейчас я вам дам ответ. Кто даст правильный ответ, тот получит 10-ть лет. Это что за бочевик? Забрался на броневик. Брови черные, густые, речи длинные, пустые. Кто даст правильный ответ, тот получит 10 лет. Старший в Канели помнит, да? А младший уже вообще не знает, о каком речи идет. Я тут недавно спросил, кто такой Ленин. Учеников 5-го класса. Ну, это какой-то политический деятель, ребенок, например, в французской революции. Это был самый точный ответ. В основном, ну, кто-то говорил, что это какой-то философ, писатель. Кто-то просто говорил, что вообще не знает, кто это такой. Вот. Так, ну что. Я хотел вам что сказать. На том приеме, который использован был для подсчета вот таких вот значений страшных, основано функционирование кое-чего в реальной жизни. В каждом вашем кармане есть это кое-что. Возможно, и телефон тоже, но в первую очередь банковские карты. Это сегодняшняя система шифрования и кодирования, которая основана... Это берут два простых числа. Сложнее. Это старые тесты так были устроены. Значит, на основе мало тем и фирма. Да. Так были устроены тесты до эллиптической эпохи. Сегодня на основе эллиптических кривых. Пойдем в книгу. Ты уже несколько раз участвовал в обсуждении. Кирилл. У нас еще есть там книжечки? Да. Возможно, еще пригодятся. Поздравляю. Раньше действительно тесты основывались на малой тереме фирма, так называемой. Малая тереме фирма. И это такой офигенный фокус, который выдумал фирма, доказали потом, после него, через несколько лет. Что, если вы возьмете простое число, любое, ну, вот, например, 101, это простое число, да? И потом любое вообще другое, то вот такое вот число и такое дает один и тот же, и исходное дает один и тот же остаток при делении на 101. И на этом потрясающем результате основаны всякие фокусы, типа вот, скажем, ну, я не знаю, 2 в 2020-й, на какую цифру оканчивается, можно очень быстро понять. Всякие фокусы школьной арифметики основаны на похожих вещах, на похожих на вот эту вот малую тереме фирма, так называемую, что а в степени п минус а делится на п при любом простом п и вообще любом а, любом целом а. Вот. Вот такой вот сверхобщий результат, с которого начинается современная серьезная наука. Но тут пошли еще дальше. Современное шифрование и кодирование основывается на так называемых эллиптических кривых. И сейчас я, чтобы совсем уж подлить масло в огонь, напишу еще одно уравнение вот здесь. y квадрат равно x кубе плюс 7. Поднимите руку, кто когда-нибудь, только не говорите вслух, просто поднимите руку те, кто когда-нибудь его где-то видел. Что это? Кодирование биткоина? Да! Ты уже книгу получил. Молодец! Это, значит, это биткоин. В этом уравнении написано функционирование криптовалюты биткоина. Оно устроено на том, что... Сейчас я объясню. Значит, давайте я объясню настолько вкратце, насколько это возможно. Подумайте, чего нам надо от кодирования. Вот что нам нужно реально от кодирования. Нам нужно, чтобы сообщив друг другу минимальную информацию, мы быстро пришли к огромным числам, которые, в принципе, невозможно отгадать, не имея этой информации. То есть, на самом деле, от кодирования требуется только одно. Скоростное создание огромных чисел. Здесь происходит ровно то же самое. Сейчас я объясню, на самом деле, что именно. Если я нарисую эту кривую, она будет примерно вот такой загугулиной, как Борис Николаевич Ельцин когда-то говорил. Вы что-то такая загугулина, помните? Вот эта загугулина, это и есть... Если я нарисую, я не прежде нарисовал, но что точек на плоскости с координатами x, y такими, что y квадрат равно x куга плюс 7. И фокус состоит в следующем. Фокус состоит в том, что если я угадал каким-то образом две точки с рациональными значениями арциссии ординаты, то есть, как мы коротко называем это в математике, две рациональные точки на этой кривой. То есть точки... Ну, каждая из координат, двух которых является дробью, да? Вот. И я провел через них прямую, то, если аккуратно посчитать, получится уравнение третьей степени вот относительно параметра на этой прямой. Прямую можно сказать параметрически. А можно просто уравнение не выиграть прям на кх плюс б, в принципе. Вот. И когда я подставлю, у меня получится третья степень уравнения относительно х, у которого два корня мне уже известно, и эти корни рациональные, то есть дробные. Но при этом, при этом, есть такая теорема Виета. Что это за теорема Виета? Кто помнит, да? Да, но дело в том, что она на самом деле для любого. А для любого уравнения нной степени сумма корней равна коэффициенту при следующей за максимальной степенью. То есть вот х венный и потом х минус первый как раз умножается на сумму корней. И эта теорема вам гарантирует, что если коэффициенты рациональные и два корня рациональные, то третий тоже рациональный. А знаете, кто придумал это? Диофант Александрийский в третьем весе. Сегодня где-то он уже у меня был. И на склероз. У меня постковидный склероз. Я переболел ковидом. О, сейчас проведем. Стойте. Проведем опрос. Я вчера проводил его в Новосибирске. Допустим, вы отвечаете не для Минобра, а для меня. Я не сдам вас Минобру. Ой, только Минздравом в этот раз. У нас два врага главных. Короче, значит, я должен, я вас не солью. Честно поднимите руку, кто для себя хорошо понимает, что он переболел уже коронавирусом. Ну, включай меня. Отлично. Примерно тот же процент. Где-то треть, четверть получается, да? На уровне вот Барнаула и Новосибирска. В Москве это близится к половине или за нее уже переводило? Где-то так. Вот. Так, хорошо. Это так. Социологический опрос. Небольшой был. Вот. Значит, что я хотел сказать, что сегодня где-то он уже у меня был, этот диафант. То ли в Кванториуме, то ли у бизнесменов. В Мазорио там. У бизнесменов, да? Да. В Кванториуме тоже был? Да. Уф, ездил. Он меня преследует. Господи. Диафант меня преследует. Диафант. Вот. В общем, этот диафант Александрийский, он придумал это, понимаете, 17 веков назад. Даже 18. Третий век нашей эры. Вот. И он написал, как строить, вот по решениям двум еще. И более того, он еще придумал прием касательный диафанта. Если есть только одна рациональная точка, то есть рациональными коэффициентами, то можно провести касательную, она тоже будет иметь рациональные коэффициенты. И вот эта точка тоже окажется рациональной. Можно плодить точки. Вот на таких кривых третьей степени можно плодить точки. А теперь внимание, как ведут себя знаменатели. Если здесь были знаменатели порядка там n, вот у этих исходных, то здесь будет порядка 2n. Знаменатели возводятся каждый раз в квадрат. За 3-4, ну порядка я имею в виду, извините, я не так сказал, порядка n квадрат. Ну то есть у них количество цифр, у них логарифм удваивается, да, каждый раз количество цифр. В типовом случае. Иногда там сокращаются какие-то простые числа в знаменателе, в числителе. Но в целом, если были дроби, которые имели по 5-6 знаков в числителе и знаменателе, типа миллионы, деленные на миллионы, то после проведения такой прямой у вас возникнет следующая дробь, где триллион будет делиться на триллион. 12-й значных. А потом 24 знака, на 24 знака. И понятно, что в мгновение ока доходите вот до таких значений. И это и есть великое, просто это великое приобретение человечества, великое, самый великий подарок, который нам дает теория чисел, что можно быстро, если мы договоримся о том, что мы делаем, мы можем мгновенно выйти на такой размер чисел, который никогда, никакой взломщик не взломает. Вот. И вот таким же методом здесь, потому что эта кривая тоже является эллиптической кривой. А на Б плюс С плюс С на А плюс Б плюс, что они пытаются, Б на А плюс С равно 4 или любой другой константе. После домножения на все три знаменатия приближается уравнение третьей степени. Самое главное, что самое центральное для математики, это уравнение третьей степени. Про четвертый и выше известно, что там полная труба и гибло дело, а вот уравнение про вторые и ниже на самом деле всеочередно. А вот про третью степень очень сложно. Гипотеза Бёрча-Свинентона Дайера, это одна из семи гипотез человечества в списке проблем Клоя, она посвящена как раз тому, как можно оценить количество вот таких рациональных точек на каких кривых. А еще благодаря изучению таких кривых доказана великая теорема Ферма уже 20 с лишним лет назад. То есть, если вы вдруг когда-нибудь, это я обращаюсь к школьникам, которые здесь сидят, захотите влиться в паровоз современной математики, это первая дверь, в которую вы будете входить. Первая, самая первая. Фу. Так, сколько у нас вообще еще и некоторое время поболтать можно или уже надо на вопрос отвечать? Чуть-чуть можно поболтать. Тогда давайте болтать. Следующий слайд, что-то еще у нас было, да, из слайдов, по-моему? А? А, слайды уже закончились. Отлично, да, правильно, вот эти самые. Это у нас есть, это есть. Вот, значит, с этим мы поговорили. Так, близ на дом. В некоторой конторе каждый месяц на 10% снижают зарплату. Простите, да, если это слишком актуально. Через сколько времени зарплату у половинца или станет еще меньше, чем половина от исходной? Ответ немножко менее пессимистичен, чем в начале кажется. через четыре не успеет. Ну, что-то, да, что-то, да, где-то так. Ну, смотрите, ясно, что не за пять, потому что через месяц зарплата будет 10% убраться уже не от исходной, а из той, которая есть. Она стала меньше, понятно, да? Ну, то есть через пять ответ неверный. Может быть, через шесть тогда? Или все-таки через семь или восемь? Как быстро это проверить? Вот на руках, быстро, на пальцах, у вас нет калькулятора, как быстро-быстро-быстро-быстро это проверить? Хотите, покажу? Но вот потом уже хитрее, да? Я сейчас покажу, я сейчас покажу, смотрите, есть такая замечательная штука, беном Ньютона. Знаете, да? Беном Ньютона. Вот, я сейчас его воспользуюсь. Что такое 0.9 6-ой? Я хочу проверить, правильная ли гипотеза, что это через шесть месяцев уже будет меньше с половиной, это сходно. А почему я вообще возвожу что-то в шестой степени? Почему мне это нужно делать? Совершенно верно. Зарплата ваша была x, например, миллион рублей в месяц. Ну, я шучу. Вряд ли так много. Чего кто знает, опять простите за... Как это... так, ну она стала 0.9x, да? И снижаясь на 10%, она, как бы, 0.9 берется уже от 0.9. А что вообще такое возведение степень? Это взятие долей от долей. Таких же долей, каждый раз просто повторение, доля от доля. Значит, 0.9 от 0.9x, то есть 0.9x, 0.9 в квадрате от x, да? Ну и в следующий раз 0.9 кубе от x, то есть, ну, речь идет просто о возведении степень числа 0.9. Как это быстро сделать? Быстро, но точно. Достаточно точно. Мне не нужно, конечно, сейчас перемножать. 9, 6-й. Прости, господи, как это так? Это долго. А вот смотрите, если очень быстро, 1, минус 0, 1, 6-й. Согласен? Так, беном ньютона, а плюс б в 6-й. А кто помнит все? А в 6-й, дальше что? Почти. 6а в 5-й. 6а в 5-й. Что дальше? Стойте, где-то правильный ответ был. 15. Кто сказал 15? Ты? У тебя уже книга. Молодец. Так, плюс 15. А, 4-й б квадрат. А вот кто следующий скажет правильно? Ты тоже, 20. О, кто-то раньше сказал 20. Кто? Книжечку за c из 6-ти по 3, а? В уме c из 6-ти по 3, считаете? Нифига себе. Или вы помните, переводим по скале до самого низу? Вы помните треугольник пасхаля до самого низа? До самого низа, конечно. Как вас зовут? Самое нежное. Так, Наталья от автора за знание треугольника пасхаля. Треугольник я нашел вот так, чтобы не допускать. Пасхаля. Вот. И даже я его здесь напишу немножко вот так. 1, 2, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1, и следующая строчка та самая, которую вы сейчас знали. Поэтому я не пишу для вас. Задача вам. Так, Задача для Натальи и всех прошаренных. Найти все номера строк. Ну, вот та, которая первая дничка, это нулевая строка. 1, 1, это первая. Ну, потому что А плюс Б в первую, А плюс Б в потратил. Все номера строк, в которых все вхождения нечетные. Например, 3, 3, 1. Ясно, что в строке номер 3 это так. Это сложная жена, чем номер. Я в вас верю. Задача на дом для хороших, сильных школьников. Причем, более того, там запробов или просто руками посчитав вы сразу, ну, видите ответ, ну, физуально увидите. Ха, вот вкладите и его докажите. То есть там он угадывается сразу, как вы видите, треугольник, вы угадываете ответ быстро. А вот доказать, блин, она серьезная, хорошая задача. Так вот, вот так, плюс 20 А в кубе, Б в кубе, а дальше опять пошла. 15 А квадрат, Б в четвертый, плюс 6 А в пятый, плюс А в шестой. Так вот, теперь смотрите, вот это ноль, потому что это одна миллионная. Это, в общем, тоже ноль, это там 6 сто тысячных. Это, ну, как бы, ну, несерьезно, да, это можно все, вот физик скажет, что этого всего нет. В какой-то момент начнется то, что есть. Ну, давайте посмотрим сначала просто. Вот это один, да, дальше идет, вот тут каждый раз на ноль один, да, плюс, значит, плюс, но со знаком минус, значит, минус 6 на ноль один, это еще явно той же величины порядок, да. Это вот первое приближение, оно равно ноль четыре, это первое неправильное приближение, когда вы 10% вычитали все время от исходной. Поэтому у вас получилось, что всего 40% осталось, да, через 6 месяцев. Но это неправильно, поэтому нужно следующий, посмотрите, слагаемый. А следующий, это 15 на ноль ноль один, потому что это ноль один в квадрате. И это еще вполне разумное уточнение, это ноль пятнадцать, правда? Вот это уже сильная поправка, смотрите, ноль пять. Ага. То есть, если дальше мы все проигнорируем, мы скажем, что больше половины. Но давайте все-таки посмотрим, вдруг, что-то нам вот это даст, вот это вот еще 20, еще коэффициент там довольно большой, значит, и это идет со знаком минус. 20 на ноль 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 один. Что это? Да, это две сотых, и небольшая поправка все-таки вносится. А вот дальше уже вообще фигня, потому что это там 15 десятитысячных, это едва там одну тысячную с небольшим переваливает, ну и дальше еще меньше коэффициенты пошли. В общем, правильная степень игнора здесь вот такая. И дает она 0,53. То есть, с очень большой точностью у вас будет 53% исходной зарплаты, с чем я вас и поздравляю. Если в этот момент ваш работодатель умер и больше не снижает вам на 10% зарплату, то у вас останется 53% от исходной. В принципе, выжить можно, да? Так что через 7 месяцев вы его грохотите и дальше живите спокойно. Так, я пошутил, я пошутил, я пошутил, а то я уже давал по экстремизму это. Да, давал, да. Не очень приятно, не очень приятно, я вам честно скажу. Но это было, это не они, это по доносу. То есть, как бы, когда по доносу, они более мягкие, потому что они доносчиков сами не очень любят. А вот когда они сами заводят дело, это очень, не попадаетесь. Можно вопрос? Да. Треугольники, каждая четвертая строка? Нет, нет. Но, вот, следующую правильно угодно. Но уже, наверное, если, если, если ты понял, что третья и седьмая, и я сообщил, что не каждая четвертая, сейчас ты уже поймешь, какая каждая какая. Так, хорошо. Ну, то есть, да, уже как бы, ну, на книгу ты уже нарешал, да. Давайте я дам ответ, а вы его докажете. Или не надо давать? А? Не надо. Все. Как тебя зовут? Я Марк. Марк. Отлично. Марку. за седьмую строку треугольника Пасхаля. Я даришь? Да, давай. Ну, сейчас ты, как бы, ответы скоро поймешь, а вот доказательство, оно такое. Спасибо. удачи. Удачи. Тэээээкс. Тээээкс. Знаете, я хочу теперь рассказать вам о том, чем я занимаюсь в интернете. Хорошо? В принципе, много чего еще есть, но мне хочется вам рассказать про то, что вы можете найти. Ну и потом, наверное, на вопросы, да, еще я поотвечаю на ваши. Вот. Значит, и так. Итак, ну, собственно, я на доске, да, буду интернет, интернет здесь не вызовут или вызовут? Как тут? А, можно, да, вызовут? О, тогда давайте вызовем. Значит, начнем мы с маткульт-привет. Поднимите руку, кто знает, что такое маткульт-привет? Не очень много, сейчас все его узнать. Маткульт-привет. Заходим туда. Я каждого из вас приглашаю подписаться. Вон, Алексей Саватеев и компания. Сверху, с самого верха. Вот. Приглашаю вас сюда. Это наша математическая мастерская в интернете. Вот. Значит, чего? О, 109, ура! Только что было 108. Мы, знаете, цифра, да? Ну, это самое. Когда занимаешься какой-то движухой, ты сам себе начинаешь с дуру придумывать всякие кипи. Ну, человек раб, да, раб. Если над ним нет хозяина, он сам себе будет хозяином, и сам себя будет бить как у Щербакова, Михаила Щербакова. Я сам себе, как-то сам себе палач, да, там песня, построил царство. ой, я забыл все слова. Очень классная песня. Моя королевство, по-моему, называется. Знаете, такой Михаил Щербаков, бард и поэт. Вот. В общем, мы себе, мы так для простоты себе выдумали, что мы смотрим и радуемся, когда у нас все больше подписчиков. Вот сейчас 109 тысяч у нас подписчиков, недавно у нас была серебряная кнопка. И должен сказать, что это, во-первых, абсолютно честные, без всяких накруток подписчики, то есть мы не занимаемся там каких-то вот, ну вот, если не считать, что сейчас я занимаюсь накруткой, в данный момент я вот приглашаю, на сегодня вечером подпишется там 50 человек, например. И Ютуб скажет, ах ты собака, ты, наверное, там подкрутил. И будет, корни неправ, потому что это я съездил на оффлайн лекцию. Ну, раз я не могу догадаться, что где-то на свете, где-то на страшном, скованном ужасом, вот этом нашем земном шарике, есть место, где люди не боятся и проводят лекции по старому формату. И это место называется Барнаул. Вот. И в этом месте вдруг подписались сразу 50 человек. Поэтому приглашаю всех сюда подписаться. Здесь огромное количество всего. Если вы посмотрите, например, на плейлисты, вот нажмите плейлист. Так. Значит, вообще два раза повторяется здесь. Тут какой-то... А, немножко, видимо... А! Так, ну у нас, как всегда, тоже немного это... Немного багов есть. Где-то есть плейлист, который я хочу вам обязательно... Обязательно... Так. Вот. Идем сюда. Принципы математического мышления. Ну, посмотрите вы дома. Все пять лекций. Значит, это... Курс, который индоктринирует математическое мышление, вживляет его как чип в вашу голову навсегда. То есть, по прослушиванию этих пяти лекций вы никогда не станете другим. Сейчас говорят, мир больше никогда не станет прежним. Он станет, я вот буду ездить и проводить лекции, даже как ездил. А вот если вы прослушаете этот вот курс из пяти лекций, вы никогда больше не будете думать так, как думали раньше. Никогда. Вот. Я поэтому вас всех приглашаю измениться раз и навсегда. Пять лекций принципов математического мышления. Дальше, значит, дальше там есть если по порядку, как бы порядку вот по количеству просмотров смотреть, то самый первый будет идти экскурсия по лаборатории популяризации математики миллион миллион семьсот тысяч. Вот. А вот, кстати, мой папа. Лекция про магические квадраты весьма популярная 55 тысяч. Папу смотрят. Хотя мне кажется, что он ужасно медленно излагает, но у меня, наоборот, комментарии говорили не прерывайте, не ускоряйте, он гораздо лучше электр, чем вы. Оставьте вашу папу, дайте ему нормальную скорость, значит. Вот. Да, вот этот разный прикол. Например, весной этого года, когда я остался совершенно неудел. Вот начался этот карантин, да, все отменилось. В том числе мы вот Барнаут до последнего держался, до самого последнего. Но все-таки мы перенесли на сегодня. И вот как бы все это отменялось и я что-то какой-то потерянный был, не знаю, что делать-то. И звонит Максим Олегович Коваль из Школково. Школково, знаете, да, что такое Школково? Это не Сколково, да, это Школково. Вот. И говорит, знаешь, Алексей, а давай ты у меня будешь, ты сейчас все отменилось. Я думаю, да, отменилось, да. Он говорит, отлично, я так и думал. Приезжай раз в неделю ко мне вести. Ну, ты не любишь ЕГЭ, но 19-я задача ты же любишь. А я до этого не знал ничего, ну, как бы толком не знал про это. А что это задача? Ну, покажи мне. Посмотрел бы, о, да, такую задачу хочу вести. 19-я задача профильного ЕГЭ, это очень прикольно. Это всегда по-разному, там, она и такая, и всегда к ней подготовиться совершенно невозможно. Просто нужно, ну, как бы, нужно знать все эти все разделы. То есть, это что, чтобы ее решать, нужно знать соответствующие разделы, действительно очень хорошо. Ну, я стал у него вести эту рубрику, но в какие-то моменты я устраивал шоу. Здесь, например, шоу состояло в том, что он по чесноку, без всякой подготовки, выдал мне полный вариант профильного ЕГЭ и дал два часа. Чуть-чуть больше, на самом деле, 2.16 получилось, да? И сказал, решай в онлайн, просто в режиме онлайн. Я много наошибался, но на 90 баллов я не решал. Ну, то есть, я как бы не особо проверял, там где-то какие-то были, он сказал, ну, я как-то оцениваю в этом 90-95 баллов. Вот, это в это шоу очень понравилось зрителям, 500 тысяч с лишним уже просмотров идет. Так что, тоже можете посмотреть, как это происходит. Так, значит, что тут еще? Форд Боярд математиков. Тоже всех приглашаю в супершоу. Это несколько разных математиков-блогеров и физиков там. Ну, в общем, мы в пятером сняли под командованием каналов леса Витя Рагуленко. Вот, тоже там около полтысячи. Потом вторая часть коллаб-века, но, правда, там просмотров гораздо меньше. Есть Саватейф против Лона Маска, где-то здесь будет видео, тоже довольно популярное. Ну, вообще, смотрите, что мы делаем в интернете. Во-первых, в интернете я помещаю какие-то краткие, ну, время ответить, какие-то такие краткие курсы, либо отдельные лекции. Еще был краткий курс осенью на школе Рогородского, я вел конечные поля. Четыре лекции были, начиная от, как бы, зеленого уровня, окончая черным, черным таким. Это как, у вас есть эти, веревочные трассы? Да. Во, я дикий фанат веревочных трасс. И этим летом я, мы с семьей, значит, ездили много раз и лазили по самой жуткой, крутой вообще вот трассе, которая только есть в европейской части, не считая Сочи, где, как бы страшнее гораздо, но в смысле физики самая-самая крутая это в Красногорске, это Норвый парк. Вот. Я, значит, в какой-то момент я осеял черную, был очень этому рад, и в результате я эти четыре лекции так и назвал. Зеленый уровень, синий уровень, красный уровень, черный уровень. Конечные поля, четыре уровня. Вот, кто вообще не знает, сколько конечные поля сразу начинает с зеленого уровня, кто постепенно будет повышаться, в конце будут очень серьезные результаты уже про них. Вот. Также у нас есть разбор многих олимпиадных задач, есть выступление моих друзей, там, есть выступление моего сына, штук 10 где-то, вот старший, мой самый старший, почему у меня пятеро детей, если вы не знаете, и самый старший, вот он сейчас в десятом классе, он олимпиадник, серстник по математике и информатике. Ему запороли тоже этим карантином все расы, оба все расы запороли весной, вот, ну, может, в этом году уже. В этом году уже, ну, как бы, гарантированно они пройдут, но, может быть, в онлайн-формате они пока будут, но, по крайней мере, они будут. Вот, появляется, так, папа вот иногда появляется, ну, в общем, мы стараемся здесь сделать такую нормальную математическую гостиную. Есть гости не из математики, вот Пушной был, Тема Лебедев был, там несколько моих знакомых, Фахштайн, такой философ Фахштайн, очень интересный дядька недавно был. Много разных планов, скоро будет здесь Зимсков, он уже записан, это математика и фокусы из Челябинска дядька, тоже у него сто с лишним тысяч, и его зовут одиозный дед в интернете, возможно, кто-то его тоже видел. Вот, он приезжал в Москву, и мы с ним засняли совместный ролик, вот, в общем, вот я вас сюда приглашаю, дальше, следующее, я приглашаю вас просмотреть сто уроков математики. Сто уроков математики, то, что я вел в филипповской школе, много лет подряд, пять лет вел, это такая выжимка из программ математических классов лучших школ России, выжимка из самого главного, что в них есть, и если сто уроков снятые целиком в плохом качестве и выложены, например, на сайте Саватейев XYZ, ну, я его просто напишу, как бы, вот здесь напишу, то есть отдельно первые 20 уже сняты в супер качестве на проекте «Дети и наука». И вот этот вот проект «Дети и наука» я бы попросил сейчас вот как раз нам грузонуть, и мы на него поглядим. Я покажу, как это выглядит. «Дети и наука». А, ну там прямо сразу сто уроков математики было даже внизу. «Дети и наука» курсы. День курсы. И теперь вот туда. Вот. Вот. Заходите, и тут конспекты упражнений, и в очень хорошем качестве запись всех этих 20 уроков. ну давайте послушаем вступление, а потом вы будете уже сами смотреть, это несколько минут, и перейдем к вопросам. Да? Хороший план? Здравствуйте. А я пока попью. А, вот еще не слышно, да? А, можно, да? Да. Ну вам, не слышно, да? Тогда бог с ним. Вырубаем его. Надеюсь, что я все поняли, да, куда идти? Идти сюда и разбирать. А, второй урок? Это такой второй день туристического длинного похода. Знаете, эффект орого дня? Кто знает, кто ходил в походы много, с большими, тяжелыми рюкзаками? Что такое эффект орого дня? Ужасно ломает, тяжело, реально, как бы, первый на кураже ты приехал, у тебя природа вокруг, да, у меня стоит ли там Москве, я сочертелый или любого другого города, да, пусть даже, как бы, нового и любимого, но вот, вот вы приехали в тайгу, и первый день вы идете на этом кураже, а дальше накрывает, и перелет с самолета был, да, и первый день вы там шли до упора, и недосыпы все эти, второй день ужасно трудный, ужасно, и вот если вы, как бы, через этот второй день перевалили, то дальше уже нормально, вы уже идете в походе. То же самое происходит здесь, если вы перевалите через урок номер два, то все будет хорошо. Первый простой, второй трудный, третий, четвертый прощупывают ваши знания в тех областях, которые потом будут очень пригождаться, а начиная с пятого начинается реальная работа. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, это уроки, посвященные движениям прямой окружности, а движение прямой окружности, и дальше, как бы, будет плоскость, но это будет позже, классификация движений прямой окружности, это, значит, необходимая начальная база для перехода впоследствии к комплексным числам. Затем, с 11 по 20, это классическая арифметика делимости остатков простых вот этих всяких чисел, основной теоремой арифметики, операции там по модулю чего-то, то есть, вы берете остатки деления на код числа и в них работаете. Вот то, что как бы напрямую относится к той самой задачной индулилидации, это, конечно, совершенно неважно. Важно то, что это стоит в основе современной высокой хорошей математики и тоже другую часть аппарата для комплексных чисел вводит. Ну и дальше постепенно как бы главная идея вообще первой половины 100 уроков это освоить, что такое комплексные числа и научиться с ними работать. А вторая половина это уже очень серьезный материал, который еще будет делаться и делаться, но вот первые 20, если вы пройдете все уроки со всеми упражнениями и все поймете, вы будете уже очень неплохо подготовлены. То есть, уже даже этих 20 уроков хватит, чтобы, ну там, гораздо лучше и олимпиадные решать. Ну и в целом себя чувствует более свободно. Вот вы как бы приходите в урок математики и вместо того, чтобы вы там со скрипом что-то долго понимали, вы быстро, мгновенно все понимаете и сидите, и зеваете. Вот как бы вы, это я про школников. Это вот после 20 уроков он просто гарантирован, если вы сможете пройти. Ну вот. Так, что еще можно тут сказать? Ну остальное, наверное, чем вообще по жизни там я еще занимаюсь, я думаю, что это уже не так важно или появятся вопросы, если кому-то это будет интересно. Ну что, переходим к вопросу части? Ага. По треугольнику 2n плюс 1, то есть первая строга в этом n, то... Нет, просто n плюс n плюс 1. Я пытаюсь понять, это... Да, это правильно, это правильно, но это проще описывается. 2 в n и минус 1 последовательность. Это то же самое. то есть то, что предыдущая строка равна m, тогда следующая будет 2m плюс 1 совершенно верно, потому что 2 умножить на 2 в n и минус 1 плюс 1 как раз равно 2 в n плюс 1 минус 1. Да, это предыдущая перед 2 в капель. Это строки, которые предшествуют строкам 2 в степени n. Книжки. Да, конечно! Книжки. А? Книжки есть, и даже не одна была. Каса в том, что вы думаете? Каса в том, что вы думаете? А, Варя, дочка что ли, да, ваша? А, ну, прекрасно, просто прекрасно. Ну, да. Докажешь свой? в смысле, не сейчас, естественно, а дома. Смотрит, наверное, с тобой. Она, да, да, так сказать, это самое. Ну, в общем, доказательство не самое простое, но молочина, да, все так. Так. Ага. Ну, кстати, я хочу сказать, я маме же говорил, на самом деле, значит, вот, очень хорошая тактика, это, отучившись в региональном вузе, в магистратуру, ехать в Москву. В магистратурах огромное количество мест, даже в физтехах. как бы, это же продавливают, там, сверху, этот вот, ну, понятно, намного чего навязывают, продавливают. Одно из того, что нам продавливают, это формат балансской системы, да, и в ней вот эта вот магистратура, вот, бакалаверских мест вот столько, а магистратура вот столько, вот, охрена там будет. Но, зато, зато есть шанс, да, зато есть шанс. Магистратуру можно попасть в физтех, прям буквально собираетесь, и России собирает народ. ну кто, кому нравится, мы научим, научим, вы главное приезжайте, вот кто, ну вот, так что, мы вас ждем, аспирантура это полный провал, вообще на самом деле, тот недавно бизнесмен один ко мне пристал, говорит, как я могу помочь России, а он давно уехал за границу, в ЮАР, я говорю, нет, если ты серьезно, то я тебе скажу, как, он говорит, я абсолютно серьезно, абсолютно, я говорю, ты точно не пришел меня развести потом как бы на какую-то рекламу на канале, да, как часто бывают другие, нет, хорошо, говорю, я тебе верю, я тебе дам шанс, создай в России нормальную аспирантуру с нормальной аспирантской степенью, потому что, понимаете, в чем вот преступный замысел этой комарильи, сделать провал вот в том месте, через которое вы не перейдете, ученый должен поучиться в аспирантуре и получить степень, и если до этого в России все прекрасно, бесплатно, и всех, значит, зазывают лучшие вузы, то здесь вы будете 10 тысяч рублей получать аспирантскую степендию, как вам, жениться, детей завести, да, на такую степендию, нравится идея? ну вот, пожалуйста, да, но как бы, конечно, есть там некие гранты, которые помогают нескольким человекам, но реально, а дальше вы после того, как вы защитились, вас уже ждет куча грантов, уже здесь, миноборовских грантов, но после защиты, а этих не ждут, понимаете, какие с... То есть, что вот этот провал, люди просто не могут, они могут уезжать за границу, а дальше уже эти английские цепкие лапы, они начинают делать свое дело. То есть, вот этот мост нам надо перекинуть вопреки всему, что делает Министерство образования. Это наша задача, наш план на нашу страну. И вот эта аспирантура, она должна быть сделана, чтобы там минимум 1000 в год поступало на нормальные западные деньги в Россию. Вот, это наша цель. Если я стану Министром образования Российской Федерации, ну скорее, если я так часто буду это говорить, я отправлюсь немножко в другом направлении, немножко дальше отсюда еще. А сейчас вы не додолго же там, министры у нас не додолго. Ну, да, ну, в общем, короче, у меня есть план, кризисный план спасения России, вы поняли? Есть, вот, в области образования, да? Ну вот, еще вопросы? А вы считаете, что магистратура, она тоже, она же тоже это, потому в Москве там и нету никого, потому что все деньги зарабатывают? Нет, ну, как магистратура, все-таки это как продал, ну, как бы, когда ты учишься, ты же не, ну, нормально, так сказать, ты деньги не зарабатываешь. Нет, ну, в лучших вузах нет. Ну, реально, вот, лучшие вузы приглашают, почему? Нет, я не о том... Все их лучшие ушли в работу. Ну, ну, как бы это сказать, все равно вопрос в следующем, что вот это, то, что есть здесь или нет, это не важно. Важно, что здесь нет. Сколько угодно можно там писать вокруг этой магистратуры, но потом выпускники, ну, часть, понятно, пойдет все равно работать. Нет, понятно, что вообще естественная, вот смотрите, естественная структура такова. Ну, берем любой вуз, неважно, хороший очень вуз, там, заканчивает, допустим, в год 300 студентов на факультете, ну, условно, неважно, да, 30 остается, ну, вот, если бы и не было этой всей магистратуры, просто 300 студентов бы заканчивало, и все, да. Но если, допустим, вот постепенно вот идет убывание, там, ну, допустим, 100, это 5-6 курс, сейчас называть магистратура, ну, 20 остается в аспирантуру. Дальше, ну, остальные, понятно, на каждом этапе часть народа уходит работать, это абсолютно нормально, совершенно нормально. То есть речь именно о той части, которая не уходит работать. Мы же чем потом будем, как бы, мериться, да, чем сегодня страны мерятся? Не теми, кто ушел работать, правда, а теми, кто пошел и делает науку. Ну, и вообще, как бы, всячески, так сказать, здесь, ну, в общем, вот этими, короче. И дальше, тут уже несколько человек остается уже совсем делать науку, но если у вас вместо этого, вот тут, так сказать, все сокращается до 100 бюджетных мест, а дальше у вас 300 в магистратуре, да, это какое-то безумие на уровне просто шизофренической, я не знаю, и потом, да, то есть тут вы, в этот момент вы уже наполняете здесь, как бы пытаетесь, тут опять нужно всех переучивать будет, потому что, ну, по голове от физтеха, это полная труба. Я, кстати, тебе очень советую параллельно все время быть в тонусе того, что там делается, то есть, вот. В интернете все эти курсы есть, и можно, то есть, чтобы к магистратуре быть в таком состоянии, чтобы тут уже не учить то, с чему они учились, вот эти несколько лет. Вот, а дальше бах и провал, все, до свидания, ребят, мы вас выучили, вы очень нужны Англии, очень. Мы же вас для этого и учили, нам же дали задание, чтобы вы были нужны Англии. Вы же баллонскую систему, зачем это все было, чтобы украсть мозги. Я серьезно, я не ватник, я не ватник, я говорю вам правду, то есть я кашеватник. Потому что если бы я не об ватник, я бы жил сейчас в Англии, я ватник, да, я вам говорю правду. Это все сделано, чтобы эти мозги все въехали в Англию, совершенно конкретно. Так что там уже не только здесь, вот смотрите. Как кандидат доцент на 0, сколько, 0,2 ставки, 5 тысяч рублей, ватник сколько я получаю на полную ставку? Я не пойду работать институт на полную. Да, это понятно, но дело в том, что я повторяю один момент, что все-таки вот грантов, ну в стекловке очень много денег, например. То есть как бы тут вопрос, насколько широка вот эта зона. То есть если поставить себе целью попасть в топовые институты, где прямо передний край математики делается, то здесь все шире и шире с каждым годом получается. Нет, я про наш курс. Ну нет, тут я боюсь, что нет, боюсь, что это действительно, то есть идея, да, идея, что вот это вот будет там сильно-сильно толще, это вряд ли в ближайшее время в принципе произойдет. Это правда. Не, не надо. Ну, да, но все-таки мы же хотим хотя бы вот этих, да, чтобы они здесь были. Ну, кто-то хочет, кто-то не хочет, я понимаю, но мне бы это очень хотелось. А в данный момент получается, что они не могут, они многие уезжают туда, а дальше вопрос возвращения. Нет, я бы и дальше просто она есть. Ну, она в массовом порядке, в некотором порядке ее уже нет. То есть тот вопрос как бы квантили, сколько, ну если взять там какую-нибудь Америку, там тоже на уровне, ну, то есть и в любом ВУЗе будет большая зарплата, в случае, если ты поедешь науку, это только в этих топовах. Вот у нас даже с топовыми проблема, а вот эта проблема, она как бы решается быстро и просто, но только при воле, при наличии воли ее решать, при наличии других целевых, так сказать, установок. Да? У меня корыстный вопрос, Сергей, и я хотел бы уточнить, с какого возраста можно от детей ожидать или развивать любовь к математике? Я думаю, что предшкольный, вот за год до школы, вот сейчас, у меня, значит, Юрику 6 лет, и он, ну, как бы, уже кажется, что скорее он физик, но это все равно означает, что он должен математику любить, ну, так, как бы, вот, вопрос сложный, но, кажется, уже я констатирую, что совсем, вот, как Миша он не будет, вот, а вот Света, которая в третьем классе, уже совершенно явно, что она идет в математике, в третьем классе она с моим папой занимается уже, там, во всю теорию множества, комбинаторикой, там, всякими прямыми произведениями, призмами, там, все на свете. То есть, где-то, как грубо говоря, если в третьем, в втором, третьем классе это не определилось, это уже, это уже плохой сигнал. Лучше раньше немножко определить. Где-то от дошколя до третьего, вот. А какой дальше вектор, если я подправил интеллект? Тогда есть много разных начинаний в интернете, самое, пожалуй, центральное и содержательное из которых, это matznania.ru. Вот, значит, это вебинары, целый ряд вебинаров. Вот здесь есть вебинар «Пеликан» называется. Ну и вообще здесь очень много всего. Я знаю людей, которые там работают, это люди профессиональные абсолютно. То есть, они, как бы, есть, ну, как бы, многие начинания делаются, ну, шарлатанами. Иногда сами того, эти шарлатаны даже не понимают, что они, ничего не понимают, они просто берут и ведут занятия, как слепой-слепого в яму ведут. Но вот это, как раз, совершенно не тот случай, это очень хорошие люди, я им даю полный сертификат. Есть неплохие учиру, в принципе, неплохо. Ну, она как-то связана, там, они перекрестны друг с другом. Есть дважды два, ну, дважды два это чуть-чуть, наверное. Ну, сложно это сказать, тоже ничего, в принципе, ничего. Раньше я находил у них ошибки, сейчас в последнее время скорее не нахожу. Но, в общем, вот эти три есть. Есть мышематика. Какой возраст ребенка? Восемь. Мышематика. Женя Кац. Женя Кац. Тоже она вполне грамотная, тетенька. Так, вот. Что еще такого, что-то такого еще есть. Ну, я думаю, что этого хватит, то есть, вполне. А дальше, нет, дальше уже как бы нужно решать что-то более серьезное. Где-то с пятого класса, вероятно, стоит уже обращать внимание на эти уроки. А с седьмого ставить задачу о попадании в лучшую школу, по крайней мере, региона. Судя по тому, что Андрей Михайлович Городский, мой прямой начальник и, там, ну, второй человек в физтехе, по сути, по науке, все время сюда ездит, каждый год. Здесь где-то есть очень хорошая школа. Вот. То есть, как бы он ворует, каждый год ворует школьников для физтеха отсюда, в некотором количестве. Поэтому точно здесь кто-то их учит. Ну, вот. Но это ребята, наверное, как-то пришел, знают. Куда. Так, вот. Спасибо. Маши такое. Да. Сейчас скажу. Во-первых, давай за активное участие я тебе подаю вот эту книгу. Как тебя зовут? Саша? Ты сейчас в каком классе? В десятом. Тогда этот вопрос еще не поздно задавать. Так, сейчас. Вот. Сейчас я отвечу. Значит, если есть шанс на призеров сероса, то просто забить болт на ЕГЭ полностью и заниматься доведением этого шанса до реального призера. У тебя две попытки. Если и информатика, и математика, это четыре. Понятно, да? То есть, ответ такой, если ты сам чувствуешь, что ты будешь попадать в призеров сероса, то конкретно Олимпиада, ЕГЭ, не имеет значения, на 60-70 ты точно решишь в этом случае. То есть, это как до 60-70 призер сероса решит вслепую. Вот. Если же нет шанса на призеров сероса, или он исчезающий мал, то наоборот. Тогда нужно натурально готовиться к хорошей, очень-очень хорошей даче ЕГЭ. То есть, как бы в 10 раз больше получает, примерно в 10 раз больше тех, кто 95-плюс на профильке, чем призеров сероса. И 95-плюс это вполне себе шанс, без тех, ну, не нулевой, очень даже хороший. Ну, плюс надо, значит, если, например, целевая, вот там есть, ну, грубо говоря, там есть три места, да? Да, ну, если в Москву, в Питере еще одно, вот, как бы, ну, существует четыре вуза, да? В Российской Федерации существует четыре вуза, я ничего не имею против, разумеется, Барнаульского, Алтайского государства. Ну, так, как бы, по большому счету, понятно. Для продолжения математического образования существует четыре места. Это, значит, Чебышовка в Питере, физтех Рогородского школы про экономию и математики, МАКФАК, Высшая школа экономики, и МИХМАТ МГУ, внезапно, потому что у Садовничьего подрастать внук, гениальный олимпиадник Мишнаров, ну, собственно, в команде Мишнара Антон Садовничий, самый настоящий, в этом году они заняли второе место на мире, вот, и Садовничий понял, что будет не Камильфо, если его внук поступит на матфак или на физтех. Подумайте, да, над этим? Вот вы ректор МГУ, вы клали, значит, за свой факультет с прибором 30 лет подряд, и у вас вырос внук, и вдруг вы проснулись и поняли, что у вас растет внук, который сейчас не пойдет, и МИХМАТ, потому что МИХМАТ в полной заднице. Что делать? Срочно поднимать МИХМАТ! Срочно! И он дает распоряжение срочно. Блин, я под запись такие вещи говорю. Ну, будем считать, что они досюда просто не досмотрят, это уже далеко, в конце, да? Ну, и, короче, значит, он очень заботился МИХМАТом, и я Мишке своему, он тоже в 10-м классе, старшему говорю, МИХМАТ рассматривали, потому что сейчас его сделают очень хорошим ради своего. А МИХМАТ почти в той же параллели, то есть Антон в 11-м, а Мишка в 10-м. Так что через год можно рассматривать и МИХМАТ тоже. Но если, например, решить, что это физтех, то есть много способов обратить на себя внимание Андрея Михайловича Жугородского и его людей. Это Комбалк, школа комбинаторика алгоритмы, проводящаяся раз в полгода. Сейчас впервые она была в онлайн-формате. Про февраль пока неизвестно. Мы все мечтаем о нормальном офлайне, но не очевидно, что это решатся сделать, но в онлайне он точно будет. А так это в Судеславе, в Костромской области проходит. Хорошее добросовестное выступление с создачей нескольких курсов означает получение дополнительных доп. баллов, так называемых, которые прибавляются к евешеным на физтехе. И, значит, вот можно пытаться их получить и, соответственно, обратить на себя внимание. Но если там матфа-фышки, тоже какие-то есть способы. То есть имеет некий смысл определиться, куда ты идешь до того, как ты туда пойдешь и уже работать на это направление конкретно. Вот. Ну и, да, в общем, полного ответа на этот вопрос нет. О, фиг знает. Но вообще, если ты готовишься к Олимпиадам, это означает, что ты, на самом деле, вот я просто советую тебе пройти эти два строгу, первым делом. То, что это поднимает общую математическую культуру и решение вообще любых задач. Там нет никаких олимпиадных задач. Но изучать ты, ты как бы, у тебя мозг будет просто прокачан, он реально будет готов как бы схватывать и решать, схватывать и решать. То есть, как ни странно, подготовка к Олимпиадам, это не всегда прорешивание подряд олимпиадных задач, это просто математические задачи, математические теории. Вот это то, что в лучших школах Москвы и Питера не готовят к Олимпиадам. Просто занимаются очень хорошей математикой. Но победители все из этих школ. Или там половина. Ну вот, есть разные, конечно, подходы. Я не знаю, что делают в 31-м лицее Челябинска, как они добиваются там типа Межнара через раз у себя. Я не знаю, что происходит в Татарстане, где каждый год, просто каждый год участник команды есть. То есть, есть какие-то школы подготовки, которые я просто не понимаю, как устроены, но это вот фактически Челябинск и Казань. А Москва и Питер – это вот система вот этих листочков с заданиями, которые прорешивают, сдавают. То есть, ну, пробуют, сдают. То есть, это просто, ну, как бы, просто прокачка математики. Нормальной центральной математики. Ну и как-то да. Ну, как-то надо вот замотивировать себя, чтобы все время это делать, да? То есть, что у тебя перерыв только на футбол, грубо говоря. Футбол и лыжи. Вот, два занятия. Ну вот сидишь там на... Ой, сейчас я... Тихо-тихо. Сидишь на уроке истории и литературы. Фигачишь математику все время, да? Ну, я этого не говорил, ни в коем случае. Я этого не говорил. Я, на самом деле, очень уважаю гуманитарное знание, но просто мне кажется, что в школе очень сложно понять, как оно устроено. Я это понял лет в сорок. Оно действительно важное и интересное, но вот на школьном уровне, наверное, тем более предвели поступление. Ну вот, какие-то неочередные вещи я сказал, да? Ближе, ближе, потихонечку. Давайте, если есть еще вопрос, еще один вопрос возьмем? Нет? Можно и... У нас еще есть время для автограф-сессии, потому что многие приобрели вашу книгу и хотят получить автограф. И поэтому... У кого еще нет автографа, пожалуйста, к Алексею. Он свои книги не продает, он их раздаривает, но на самом деле, вот те люди, которые сегодня купили книги, вы сделали совершенно потрясающий вклад в продолжение тиражирования этих книг. Ну, да. Просто написание нового. С подвигнием на написание нового. Ну, сейчас дети подрастут, я сейчас, ну, не минута, а как? Ну, я, правда, эту книгу не писал. По секрету, я эту книгу не писал, там 10 авторов. Это же транскрибация моих лекций. Просто эти люди скромные, они не стали в авторы заходить. Да, наоборот, я их приглашал. Они говорят, нет-нет-нет, ну, лекции твои. Я говорю, как же, Фейнман Лейтон Сэнс, фейнманские лекции по физике. Люди записали и вошли в авторы. Ну, это вы наглая английская цивилизация. Ты же сам говоришь, что наша совсем другая. Вы нигде не включились. Вот. Вот такие вот дела. Но на самом деле, значит, насчет Маткульт Привет хочу сказать такую вещь. Маткульт Привет – это канал без рекламы, вас не будут прервать. Вы не смотрите математический ролик, он не будет прерваться никакими памперсами. Понятно, да? И прочим хозяйством. И единственная рекламная кооперация, на которую мы иногда идем с бизнесменами, это честные рекламные ролики, как называемые. То есть там, когда я просто сажусь и говорю, вот этот офигенный стул сделал какая-то компания, она нам помогает. А вот сейчас принесут это кухня на районе, сейчас я буду есть, да? Целый ролик, весь из рекламы тех, кто ее заказал. Но дело в том, что это очень редко, потому что большинство бизнесменов хотят впарить свой товар. Они хотят его впарить тем, кто этого не хочет. И для этого что они делают? Они говорят, дайте нам рекламу посреди вашего ролика в мультиматике, где 50 тысяч просмотров. Я говорю, аху, ху, 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 тебе, фигушки, а? Вот тебе отдельный ролик и бери. Пожалуйста, в этом отдельном. Мы же, реклама должна быть информирующей, а не впаривающей, да? Ты же согласен? Ну, а кто же будет смотреть этот рекламный ролик? Если никто не будет смотреть, извините, значит, ваш товар не очень нужен людям. Может быть, тогда не надо его впаривать, да? Ну, в общем, у нас только честная кооперация с бизнесменами, только честная. Некоторые бизнесмены таки оставляют, заявки делают. Но при этом понятно, что есть какой-то другой способ покрытия всех расходов, которые снятие роликов лечет. И я вам открою секрет, в чем он состоит. Он называется Patreon. Что такое Patreon? Это каждый человек, которому нравится, что мы делаем, и который хочет, чтобы это продолжалось, он подписывается раз в месяц переводить некоторую сумму, если естественно лишние деньги есть. Я, москвич, тут спрашиваю, нет ли в Бардауле у людей лишних денег. За это уже можно получить по морде мне от вас. Но все же, если у кого-то есть какие-то лишние деньги, мы с огромной благодарностью приглашаем стать патронами и записаться на Patreon. А мы снимаем все эти ролики, соответственно, из этого Patreon берем там всякие студии. Ну, у нас есть еще и друзья, которые иногда помогают нам отдельными, большими. Ну, некоторые прям бизнесмены обожают математику, есть несколько человек. Они прям помогают, но они там даже вообще мимо патронов просто приходят. Алексей, давай я сейчас поснимаю вот здесь, здесь, здесь. Я беру весь этот продакшен на себя. Тема Лебедев таким образом снят. Ушной. Ну, то есть, как бы бывает, я не буду прибедняться. Я не буду говорить, что если вот сейчас не подпишетесь, то ничего не будет. Все будет. Но если кто-то от души, абсолютно от души готов расстаться с какими-то лишними для себя деньгами, то я буду очень благодарен, если вы станете патроном. Вот. А если лишних денег нет, смотрите, все абсолютно бесплатно. Это для вас. Это для будущего. Это если Минобор победит и все будет разваяно полностью, это останется навсегда. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ